Стиль — это инструмент, когда тебе надо перепридумать себя. Надел что-то такое, дал маленькую сумку в руки Валенсиага, и как бы вроде сразу модненько. Но что касаемо Кэндалл, это выглядело отвратительно, потому что это реально выглядит как выпускница. Летом будет, значит, половина в падле, половина на лошади, и вот встречаемся на пруду, друзья. В этом есть какая-то энергия и секс, которого в Шанель на подиуме, например, я не вижу. Для меня лучше смотреть каждый день на Джулию Фокс, чем на 900 этих бежевых тренчей. Могу, мне плохо, я как в «Матрице», они вышли с сумками Жак Мюсс и бежевыми тренчами, идут на меня свиньей. Как страшно жить. Не все могут показать правильный наряд. Современный стиль звезд отличает от стиля из прошлого то, что в прошлом за это не платили. Она вся в боа, она просто, я не могу, она все время блестит, и я такая, моя. Боже, реально крысы какие-то. Если у вас есть бежевый тренч, все нормально. Я всем желаю найти такого человека, который будет про вас говорить, как Олег Проидов. Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет, это шоу «Без фильтров», и сегодня мы собрались после модного сезона, чтобы подвести некоторые итоги и, в принципе, поговорить о том, как на модную индустрию и на людей, которые не имеют к ней никакого отношения, влияет персональный стиль. Личный и селебрити. И сегодня у меня в гостях Олег Горчанин, селебрити-стилист, дизайнер и персональный стилист Ида Галич. Олег, привет. Всем привет, мне очень приятно здесь находиться. Это мое одно из самых любимых шоу, мне кажется. И я прям смотрю с удовольствием, постоянно интересно. Спасибо, даже если это лезть, мне все равно очень приятно. Нет, на самом деле, правда, очень интересно. Да мы это не вырежем. И Ксения Дукалис, журналист, блогер и сооснователь бренда «Напитков река». Ксюша, привет. Я тоже очень рада тут быть, мне очень нравится наш состав. Просто идеально, располагает к беседе. И мне кажется, по цветам еще хорошо, тоже там розовый, да, черный. Все перекликается. Да, как я уже сказала, мы с вами собрались, когда прошли уже все недели моды первые, да, в этом году, и кутюрная, и обычная, и уже прошло главное мероприятие в поп-культуре, тоже, в принципе, года, «Оскар». И что мы имеем после этого всего? Мы видим, что обсуждают больше всего не это, а обсуждают больше всего людей, которые приходят на дорожку, либо на показы, либо участвуют в стрит-стайле, и в чем они одеты. И это же не просто так происходит. Эта культура, она разрастается и взращивается, в том числе искусственно, потому что она очень классно продает. И, собственно, у меня первый вопрос к вам обоим. Вот на вас лично, не как на журналисты и блогеры или стилистов, а как на покупателя, как влияет персональный какой-то инфлюенсерский стиль? Что вам лучше продает, классическая реклама или когда вы видите, что классная актриса или классный музыкант в чем-то клевом вышел? Когда дело касается меня, я смотрю коллекции, я смотрю подиум. Крайне редко на меня влияет стилизация какой-то звезды, потому что обычно на звезд надевают какие-то, ну, вот, one piece, которые очень крутые. И при всем моем желании я такое же платье ботеговинета, как у Дуали, по себе не заполучу, как бы я ни старалась. Вот. Но блогеры, ну, наверное, ты можешь найти какие-то интересные решения. У меня, если честно, от обратного, я тебе сейчас скажу, я буду звучать ужасно токсично, но у меня начинается отторжение от каких-то брендов или походов куда-то, если я чувствую, что этот бренд очень активно занимается сидингом или что какие-то вещи очень активно начинают носиться. Например, у меня сейчас впервые в жизни, ну, не то что отторжение, но, например, Прада, которая мне всегда очень нравилась, из-за того, что она сейчас на каком-то сверх-хайпе стала, и я вижу эти просто майки, слога и так далее. Мне эта логомания очень претит, мне это неинтересно, мне это неинтересно. И вот это, наверное, обратная реакция, потому что я понимаю, что мне не хотелось бы там пойти и причислять себя к какой-то там категории людей, которые вот прям так же одеты. Мне хочется выделиться, и поэтому это обратная, наверное, история с инфлюенсерами. То есть когда ты видишь что-то на ком-то слишком много раз, мне это, наоборот, не хочется купить, мне хочется этого избежать. То есть перебор просто пошел. Перебор, да, то есть я такая, блин, ну, как будто бы это немножко не то. При этом вот интересно, да, что ты вспомнила бренд Прада, который по всем опросам, которые раз в сезон делает платформа Лист, он самый влиятельный, Миу-Миу и Прада самые влиятельные, их больше всего носят инфлюенсеры, и именно из-за этого пошел уже обратный эффект, получается, что чуть-чуть идет перебор. В этом сезоне была супер большая давка, на мой взгляд, потому что инфлюенсерам давали одни и те же позиции, которые они одевали на показы, и это было очень смешно. Ну, то есть, если раньше, мне кажется, был большой список вещей, которые ты мог взять на показ, то сейчас тебе дают 2-3 единицы, ты выбираешь из них. Соответственно, там, не знаю, процентов 15 инфлюенсеров, которые пришли на показ, все в одной и той же юбке Прада, например, по храме. Фокусная позиция. Либо в Селин, все приходят в одну и ту же обувь, сидят на первом ряду, и 6 парс в одной и той же... Это был Клоя, это был Клоя, когда she's not like the others. Это же отвратительно, какой-то ужасный маркетинг. Очень плохой. Ну, то есть, либо они ссылаются на дурачков, и либо к тому, что, возможно, чем больше раз ты увидишь одну и ту же вещь, ты захочешь ее купить, потому что тебе уже надоело смотреть сам. Уже пойдешь, и думаешь, ладно, приобрету. Мне надо. Мне нравится, у нас такая, знаете, такая лояльная дискуссия сразу. И так, мы надели костюмы крыша. Но, несомненно, я также, как и Ксюша, просматриваю показы, потому что ты ими вдохновляешься, вдохновляешься эстетикой, которую хочет показать сам дизайнер и сам модный дом. Единственное, что мне нравятся мелкие инфлюенсеры, потому что они суперинтересно могут преподносить вещи по-разному. И я, на принципе, для работы некоторые фички запоминаю. Да, и хотел бы, да, скринью, и как бы пытаюсь тоже воспользоваться ими здесь. Вообще, самовыражаться при помощи персонального стиля можно по-разному. И один из моих любимых приемов – это расставить характерные акценты при помощи обуви. Эти ярко-розовые мюли – как раз такая акцентная пара. Они одновременно модные и напоминают мне про культовый секс в большом городе, сериал, который давно вне любых трендов. Обувь бренда Age of Innocence всегда выглядит суперактуально и при этом вне времени. Не зря их туфли покорили сердца самых модных девушек Москвы и не только. А их детские модели можно увидеть, например, на дочке Ирины Шейк и Брэдли Купера. Посмотреть и заказать свою пару Age of Innocence можно в приложении или на сайте. А если вы в Москве, то рекомендую вам заглянуть в бутик бренда на Патриарших прудах и выбрать там туфли мечты под шампанское с клубникой. Ссылку на сайт и промокод на скидку ищите в описании. Мы, конечно, собрались в момент, когда прошли все показы и Оскар, но тема, которую мы сегодня обсуждаем, она не этим продиктована, а тем, что уже довольно долгое время. Во-первых, есть такое постоянное противостояние персонального стиля и того, что нам продвигает мода в широком смысле, как индустрия. И во-вторых, на самом деле классный ты привел пример с показом Клоя, где с одной стороны сидит пять человек в одинаковых туфлях на первом ряду, а с другой стороны показ-то классный. Ну, то есть это самое дурацкое, что сменился креативный директор, очень круто сработала дизайн-команда, а получается, что маркетинг-команда, которая работает с инфлюенсерами... Не успевает, мне кажется. Они пошли за хайп-машиной какой-то, но не в ту сторону немножко. Так и все сейчас. Мне кажется, вообще мир моды сейчас, это, знаете, все стремятся за охватами. Чем больше охватов, тем лучше для всех. Ну, как бы как-то так все выходит. Ну, и, собственно... Немного грустно. Ну, с одной стороны грустно, с другой стороны, слушайте, мне кажется, самый охватный показ за последние несколько лет. Это показ Гальяна для Маржелла Кучур, который сделан вообще по канонам олдскульным. Абсолютно и к селебрити не имеет никакого отношения. При этом в платье из этого шоу вышла на вечеринку Венити Фейр Кэндалл Дженнер. Да, очень красивая женщина, платье тоже красивое, и вроде как бы все красиво, но почему-то чудо не случилось. И как раз, когда я смотрела комментарии, они были в основном негативные. Вот как вам кажется, почему так? Все же, ну, нормально. Я не знаю, какие у людей были комментарии, но мой непохвальный как будто бы отзыв, я думаю, Кэндалл Дженнер плевать на него, поэтому мы поговорим об этом. Он был связан с тем, что да, она очень красивая, очень красивый мейк, но ощущение, что вот верхняя часть, голова, да, вот этот мейк, стайлинг прически, все это не оттуда, потому что здесь должен быть какой-то эпатаж. Прикольно, по-моему, стилизовала Дара Аллен, которая стилизует Хантер Шефер. Она неплохо выглядела, да. Она неплохо выглядела в этой Марджелле, потому что в ней есть... Но устаревшая, чуть-чуть все равно. Но все равно лучше, согласись, потому что... Намного лучше, да, в эстетике хотя бы той же. Вот, в ней есть немного того, что есть в самом культурном коде, понимаешь, и визуальном коде показа. В Кэндалл нет, она из другой немножко оперы, понимаешь, она ближе в этом плане была бы к Ири Шейк, и вот этой вот роковой даме, понимаешь? Да, да. Вот, и здесь не хватило стайлинга. То есть ты можешь взять архив, ты можешь взять очень красивое платье, но ты можешь его не вывести, и оно как будто бы тебя носит. Просто она выглядела как выпускница из средней школы. Пускайстерист, скажем, профессионально. И вообще задумывался, почему так плохо смотрелось это потрясающее платье. Как раз-таки почему я говорил, что нужно смотреть полностью показ и эстетику показа. К сожалению, вся коллекция, возможно, будет использована только для каких-то обложек журналов. Слишком сложно. Это слишком сложная коллекция для того, чтобы одевать ее на ковровые дорожки, потому что у тебя всегда пестрый баннер, и ты будешь выглядеть суперсмешно в этом. Либо ты идешь, не знаю, ну, как бы Хантер Шафер шла, в принципе, в публике, там была такая красная ковровая дорожка, и баннера никакого не было. И, по сути, выглядело это уместно. Но что касаемо Кэндалл, это выглядело отвратительно, потому что суперклассическая прическа с классическими мейками и красными губами, с таким платьем, это реально выглядит как выпускница из дешевой школы. Как страшно жить. Да, вот ты уже красивая женщина с красивым мейком в красивом платье, а потом сидят люди на шоу без фильтров и говорят, что все... Знаете, у меня есть такой посыл. У всех людей, которые выходят на Оскарах, на любых дорогих ковровых дорожках, есть финансы, есть команды, чтобы выглядеть идеально. Они могут достать любое платье, они могут выглядеть безупречно. Но, к сожалению, есть провалы. И тут уже как бы их комментировать, мне кажется, можно, и тут нечего стыдиться, потому что у них есть все для того, чтобы выглядеть идеально. При этом на сам Оскар Билли Айлиш вышла в супер на сибильном костюме Шанель. У нее были вот эти вот белые носочки. Слушайте, мне очень понравилось. У меня такие две остальные чувства. С одной стороны, я не хочу так выглядеть, но с другой стороны, когда я смотрю на нее в этом образе, я понимаю, что в этом есть какая-то энергия и секс, которого в Шанель на подиуме, например, я не вижу. Это прикольно. Вот у нее какое-то выражение такого лица. Есть такое. По мне это вся Билли. То есть я поэтому и не особо критичен к ней и за ее аутфит, потому что я привык ее видеть именно вот так. Клеточка. Она какая-то бунтарка. Ей это все нравится, ей идет. Это иногда скучно смотреть на самом деле. С каждым разом ты смотришь на ее тоже по ощущениям и думаешь, ну ладно. То есть нет какого-то восторга, но в принципе я с тобой согласен. Она выглядит неплохо в этом. Там есть какой-то нерв, как будто бы. И это немного омолаживается уже бренд. Абсолютно. Это то же самое, когда Риана вышла недавно на показе Dior. И по ощущениям, ну она единственная, кто хорошо вычинул этот бренд. Кто выглядел модно. Выглядел модно, да, стильно. И освежил своим, типа, приходом этот бренд как-то. Вот мне кажется, да. А тебя как она? Кто из? Билли. 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 Ну, в принципе, я согласна, я говорю. То есть это очень узнаваемые, опять же, какие-то коды ее. Это достаточный уровень закрытости, при этом тело немножко есть. Это всегда вот эти вот клетки или что-то, чтобы оно там сочеталось с волосами. И был вот это действительно отсыл какой-то к школьнице. Мне, честно, не очень понравились носочки там. Вот для меня это уже добавило чуть-чуть карнавальности. Вот я всегда в своей голове разделяю. Нравится мне лук или хороший лук в целом? Потому что мне, может, что-то не нравится, потому что я, допустим, примеряю, хотя бы я это носить. Но при этом я понимаю, что это хорошая работа. И вот здесь, наверное, такая ситуация, когда я такая, ну, типа, не совсем мое, но при этом я как бы понимаю, что это имеет место быть, и с ней это гармонично. Но мы не можем этого сказать про то самое платье Марджелла, которое мы говорим раньше. Это единственное, я немного не понял, бум, когда у нее был период суперсексуального вида. А, это она пошла слушать, она была угонщицей. Я просто не понял целую команду, типа, смысл ее выстраивать и показывать ее оголенную, затем сразу же закрывать опять и делать из нее девочку подросткой. Мне кажется, это она сама, честно говоря. Во-первых, мне кажется, это могла быть сама, а во-вторых, может быть, действительно, там был какой-то такой бэклэш. Опять сейчас меня будут ругать за англицизм, но неприятные отзывы от аудитории в соцсетях. А Губе, к сожалению, да. А все-таки у нее, насколько я помню, есть лейбл, продюсерский центр. Вот, мало ли кто расстроится. Я думаю, что они тоже отслеживают эти моменты, и, может быть, там какие-то перестановки были. В любом случае, повторюсь, мне, кстати, когда она не в супер таком сексуализированном образе, она нравится даже больше, потому что, мне кажется, это интереснее. Ну, для меня, опять же. Согласен, она была вторая, мне кажется, Doji Cat, которая суперсексуализирована. У них, в принципе, ну, когда они были вместе, сексуализированный бунтарский вид у них, они чем-то схожи были. Только Doji Cat как бы уместно с ее, в принципе, вайбом того, как она себя преподносит. Ну да, у нее такой вина и в музыке. То убили ощущение, что 16-летнего подростка одели, открыли грудь, показали, что она уже выросла, что это не девочка, и выглядело неадекватно. Хочется обсудить последний образ, и я отдельно проговорю, что мы сейчас обсуждаем образы, которые добавили охвата самому Оскару. Хотя, казалось бы, да, ну, зачем Оскару нужны охваты, он уже Оскар, хотя у него падают рейтинги. Кстати говоря, каждый год, и в том числе поэтому очень важно продюсерам тоже иметь определенных звезд, чтобы они определенным образом выглядели. Марго Робби на вечеринке в Ванити Фейр. Удивила всех, и, честно говоря, у нее было такое лицо, как будто она себя тоже удивила этим. Она вышла... Из Барби Эры. Она вышла из Барби Эры, это А. И Б, она вышла на дорожку, сняла с себя плащ, и там оказалось такое корсет-дресс... Мюглера, архивная. И у нее вид ошарашенный, и я вот так смотрела, думаю, блин, ну вот мне нравится Марго Робби, я обожаю эстетику в Варите. Но какие-то странные ощущения. Вам понравился этот выход? Мне нет. Это... Я не котирую ситуацию, в которой люди обращаются к архиву, и все такие, вау, это так круто, что они смогли. Да, круто, что они смогли, но это полпути, тебе надо дойти до конца. Если ты уже взял этот шедевр, шедевр, взял эту картину, поставь ее в нормальную рамку, почему ты в Икеа ее берешь? Что было не так вот в этом случае, Антон? Мне кажется, абсолютно не подходили сюда вот эти распущенные волосы. Причем, опять же, это не вопрос того, что она какая-то плохая или еще что-то. Это вопрос к стайлингу. То есть это мог быть образ. То есть когда ты берешь такую значимую вещь, а это действительно значимая вещь, ее нужно обязательно докручивать. То есть здесь нет ни украшений, здесь нет волос, которые можно было поднять. Они пытались просто одним платьем сделать фурор. Да, одним платьем. Но нельзя сказать, что у них это совсем не получилось. Это все обсуждают. Но, к сожалению, на мой взгляд, просто когда я смотрел на дорожку и много раз пересмотрел видео, по ощущениям, что это платье ей мало. Мало в ногах, в бедрах, потому что она прикрывала постоянно свои боковые части. Мне кажется, она хорошо знает свои сильные стороны. То есть у нее здесь все прекрасно, но вот здесь и по длине платья, если ты смотришь как бы из архивных фоток и смотришь на нее, то есть ей супер некомфортно. Кстати, это важнейший момент про комфорт. Да, это когда Кайли когда-то выходила, это в прошлом году тоже выходила в Мюглеровском платье, тоже из этой же коллекции в черном, с большим красивым украшением. Она себя тоже чувствовала некомфортно. Единственное, кто, наверное, чувствует себя комфортно в этом, что она привыкла, это Ким. Она просто привыкла, что ей некомфортно. Мне кажется, она же просто забила. Но это все равно эстетика, которую ты должен нести. Если ты этого не чувствуешь, то и платье будет смотреться на тебе совершенно по-другому. Она его совершенно не чувствовала. Она стеснялась, во-первых, своего тела по ощущениям. То есть она шла супер робко как-то. То есть нету вот этого вот понятия бучи, когда Мюглер выздавал это. Каждая модель была дивой. У каждого был свой характер. А сейчас, когда одевают иногда кутюрные архивные вещи, бесхарактерные люди, которые просто приносят. «Я одела! Молодец! Супер! Пока!» Мне нравится, что мы забраковали уже и людей, как бы не только наряды. Я думаю, здесь имеется в виду... Не все готовы, не все могут показать правильный наряд. Это всегда понятно. Мне кажется, да. Говоря про это, действительно очень важна уверенность. В чем задача модели, во всяком случае, как это было раньше, когда это была эпоха супермоделей? Продать тебе. И продать даже не только в плане, что ты хочешь это купить, но ты должен поверить, ты должен почувствовать эту энергетику. Поэтому там Наоми и вся эта замечательная четверка так гремели. Потому что у них была такая харизма, что ты смотришь на эту вещь. Но там, знаете, вот иногда, например, те же, я не знаю, жакеты Болеро Версачи на Тореадоре. Но ты на это смотришь, это очень красивый, ну, не знаю, предмет искусства. Но согласись, носить это не самая очевидная вещь в твоем гардеробе. Но там, я не знаю, Кристи Терлинг так в этом идет, что такой... Может, и надо мне... Это возможно, да. Это возможно. Это можно носить. Вот, наверное, еще про что Олег-то говорит, мне кажется, что это действительно от человека тоже зависит, насколько он совместим с одеждой, которую ему дали. И, например, Марго супер, походу, совместима была со всеми образами Барби. Вообще, мне кажется, это было хорошо. Просто это как будто бы ее, она прям, ну, видно, как она улыбается. Она помрела Барби, да. Потому что это, видимо, одежда, в которой ей можно ходить комфортно, и она как бы чувствует ее, понимаете. Она смирилась, мне кажется. Здесь, кстати, многие думали о том, что она, грубо говоря, завершит свою историю с Барби и выйдет на Оскаре тоже в чем-то супер модном в плане Барби, то есть в розовом, в каком-то тоже наряде, который создают для нее специально, потому что это, грубо говоря, завершающая будет ступень в этой истории. Ну, по итогу вышла она в черном. Ну, слушайте, по итогу, мне кажется, от Барби устали вообще все. Устали все? Да, им не дали ни одной награды, кроме песни. Да, к сожалению. Ну, это, кстати, я считаю, некрасиво было со стороны. Я считаю, что еще не той песни дали, простите. Я считаю, что I just can't достойно, I'm just can't, достойно всех наград на земле. Что вы в этом контексте думаете про Джулию Фокс? Человек, который на хайпе выстраивает не только свой личный стиль, но, типа, для нее это один из ключевых инструментов выстраивания ее карьеры, в том числе актерской. То есть, типа, это работает. Вот вам как? В сфере нее работает, потому что она, как знаете, это фрик, типа, девочка. Вашин икона фриковая такая. Это как замена, грубо говоря. Ну, это нельзя сравнивать, конечно. Но все же, есть Леди Гага, которая раньше постоянно, каждый ее выход был просто вау. Везде все заголовки только о ней говорили, в чем она пришла и так далее. И там были разные, конечно, комментарии, как она выглядела. То ужасно, то прекрасно, то непонятно. Боже, уберите ее из экранов. То же самое про нее. То есть, ее, грубо говоря, ну, нельзя воспринимать. Мы попытались ее обсудить в новогоднем выпуске, в котором были Леша Сухарев, Миша Барышников. Чуть все не передрались. Потому что Миша начал кричать, что это полное говно. Смотри, Джулия Фокс, на самом деле, она не модная, она персонаж. И она транслирует одно и то же. Ну, то есть, это на разные манеры, намотанные страшные пакеты или еще какое-то говно, на ее хрупкое, местами подвисшее тело и странный макияж. Мне очень нравится, что она поддерживает низших дизайнеров. Молодых, супертворческих, интеллектуальных. И она всегда рада будет одевать. Она даже одевала русский бренд. Рэд Септембр. Рэд Септембр, да-да-да. Что ты одеваешь? То есть, это очень круто, и мне нравится, что такие звезды поддерживают только на таких звездах, и можно расти, ну, как бы, низшим брендом, дизайнером. А тебе она как? Слушай, ну, мне кажется, она пример того, что даже если ты делаешь супер мозговзрывательный эпатаж, люди все равно могут от этого устать. То есть, типа, люди в какой-то момент уже перестали шокироваться. То есть, они уже просто ждут, они такие, а, ну, это Джулия, она всегда так делает. Вот здесь очень важно, что в личном стиле, если мы его используем как какой-то маркетинговый инструмент, да, там, для пиара, нужно все-таки, наверное, какой-то баланс делать, да. То есть, если ты хочешь, про тебя говорили, поэтому там какие-то странные прически, там, резкая смена стиля. Вот если она все время фрик-фрик-фрик, а потом она берет и такая резко становится на каком-то классическом, да, или находит, да, вот это снова инфоповод, и она переизобретает себя. И тогда это тоже будет очень прикольно работать. Я согласна по поводу молодых дизайнеров, и это, правда, круто. Видно, что у нее, очевидно, есть стилист, и круто, что и она соглашается на вот эти вот эксперименты, да. Мне нравится, что, может быть, она кого-то там эпатирует сильно. Ну, я говорю, видимо, я уже, мы уже настолько преисполнились в познании, что мы такие, мы поняли, мы уже не эпатируемся. Но это все равно расширяет какие-то границы представлений о том, что такое стиль. И как можно ходить. Да, и как можно ходить. Потому что для меня лучше смотреть каждый день на Джулию Фокс, чем на 900 этих бежевых тренчей. Согласен, да. Лучше пусть вот такие ходят везде по улице. Я не могу, мне плохо, я как в «Матрице», они вышли с сумками Жак Мюс и бежевыми тренчами, идут на меня свиньей. Ну, то есть лучше, понимаешь, лучше пускай из канализации вылезет Джулия Фокс. Я такая, ой, свежая кровь, хороший день, понимаешь? То есть это реально интересно. Смотрите, вот мы с вами находимся, как бы, мы находимся здесь, где вот это вот все стало огромной маркетинговой машиной, индустрией, которая поддерживает другие индустрии. То есть как бы селебрити-дрессинг — это уже вселенная во вселенной, сон во сне, как помните в фильме с Ди Каприо. Но так было не всегда. И еще 15 лет назад, например, 20, была абсолютно нормальная ситуация, когда, не знаю, какая-нибудь Шерон Стоун утром собирается на Оскар, надела юбку. Вот это один из самых знаменитых выходов середины 90-х, когда она в юбке из тавты синей, и она там реально в рубашке мужа. Ну, типа, человек сам собрался. Это роскошно выглядело. Джулия Робертс, которая просто купила себе винтажную арманию и пошла получать Golden Globe. Да, я помню, кстати, тогда это было самое дорогое платье в истории, по-моему. Нет, она надела... Чёрный пиджак. У неё же был костюм, пиджак. Я путаю с чёрно-белым. Други, которые на Оскаре. Вот, просто она говорит, это вообще я пошла купила себе, просто не напрягаясь, и всё, это супер выглядело. Да, и я читала интервью с стилисткой, которая в том числе стилизовала в своё время Канью Уэста, с Лайзой, и она сказала, слушайте, современный стиль звёзд отличает от стиля из прошлого то, что в прошлом за это не платили. То есть, типа, он был бесплатным. И если у тебя был стиль, то как бы это реально было частью твоего характера. Как бы тут панель пропал. И мы посмотрим, не знаю, Гвинет Пелтеру старые фотки, да, там где-то это наивно выглядит, где-то это чуть-чуть там недоделано. Но именно эти фотографии сейчас у всех там в мутбордах интересны, потому что в этом чувствуется энергия. А сейчас получается, что персональный стиль, особенно публичных людей, он становится реально инструментом. Ты можешь нанять команду. Его можно купить. Его можно купить. К сожалению, да. Вот вам не кажется, что от этого его ценность как будто бы немножко меняется? Или это не так работает? Мне просто кажется, что вот все люди, которых мы сегодня обсудили, они все хорошие люди. Все прекрасно, мы никого не булим. Но. 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 У них у всех есть ресурсы. Но, видишь, мы не всех там похвалили. И очень важно в работе стилиста и человека, которого стилизуют, обратная связь. Потому что это двухсторонняя дорога. Только тогда это действительно будет работать и вызывать тот самый фурор, понимаешь? И поэтому я бы это не обесценивала и не говорила, что там, я не знаю, вот раньше они одевались сами. И посмотрите, что было. Да, была Лил Ким, которая вышла на ковровую дорожку, и все такие, господи помилуй. Вот. Ну ладно, это я шучу. Но по факту наличие стилиста не снимает ответственности со звезды, понимаешь? Поэтому я бы не... Деньги не все. Деньги не все решают, да. И даже если у тебя есть команда, все равно все-таки... Вот, пример, да. Правильно сказала, что действительно там это раньше было бесплатно, теперь платно. А, например, какая-нибудь Марго Робби та же или кто-нибудь, Дженнифер Лоуренс, да, были в заложниках у брендов долгое время. Там кто-то у Диор. Ну она все еще у Диора стоит. Все еще там же и осталось, да? Да, паспорт, видимо, где-то в подвале ушли. И у Марго Робби был этот контракт с Шанель. И вот они раз за разом выходят. Ну вы помните, там были прям выходы, когда ты такой, кто тебя уродует? Я хочу тебя убить, этого человека. Ну, понимаете? Как дизайнер даже могу сказать, и не понимаю, правда, вот когда у нее есть контракт, и она выходит потратителем, но там же есть партнер и все остальные. Ты куда, вы куда смотрите на пропорции человека в принципе? Я думаю, слушайте, мне кажется, что когда мы видим такой дурацкий результат креативной работы, как правило, у этого совершенно не креативные причины. Я просто вот сужу по-своему, скорее всего, это чей-то операционный... Операционная ошибка. Ну, то есть, как бы где-то кто-то что-то не успел. Очень много было в промо-туре городов. Не успели что-то подвезти, что-то не село. Взяли запасной лук, не успели... Ну, короче, скорее всего, мне кажется, что-то такое. Может быть, так и было. Но кроме этого же фильма, она все равно выходила постоянно в Шнелли. А кто тебе сказал, что операционные ошибки только с Барби? А нет? Вы пытались весь год делать. То есть, окей, если на ней постоянно ошибка, 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 то, мне кажется, должна какая-то глава заместить о том, что, милая, может быть, мы постараемся лучше. Я не знаю, может быть, наконец-то на ней сконцентрируемся. Слушайте, мне кажется, что еще, знаете, есть такой момент, как в прекрасном сериале «Эмили» в Париже, когда она пытается со своей американской мечтой влететь во французский олдскул. Все-таки, когда мы говорим про кутюрные вещи... И людей, которые работают. Да, согласна, согласна. Им как бы положить, сколько там у нее промо-туров. Они как бы есть в этом поработает. Вот мне кажется, Хлоя Сивини идеальный пример того, когда человек и сам как бы со своим стилем, потом начал работать со стилистом. При этом то, что она несет, транслируется в ее внешнем виде. И здесь все очень гармонично. И ты такой, вау, круто. То есть видно, что она и самостоятельно умеет, но при этом в какие-то моменты она кому-то обращается. И это супер. Ну она просто сама, мне кажется, такая классная девчонка, с очень таким стержнем. Это было видно всегда, даже когда она выглядела далеко не так классно. Мне кажется, поэтому ее и любили всегда так дизайнеры, всякие фотографы. Она такая, как-то сказать, неутентичная, а вот она самобытная. Самобытная, да. Вот мне нравится это слово в ее контексте, она очень прикольная. Пока мы говорим про персональный стайлинг, неважно, это селебрити стайлинг или это просто кто-то нанял себе стилиста, чтобы ему на работу гардероб составили. Мы всегда так или иначе будем говорить про какие-то метафизические вещи, типа энергетики, раскрытие характера, раскрытие персоналия. Потому что это супер важно. И когда мы говорим про пару звезды и какого-то стилиста, это же, наверное, в первую очередь про вот такой вот мэч. Вот я не знаю, ты здесь согласишься или нет со мной, как человек, который... Полностью согласен. Да, вот как это происходит у вас? Я просто читала твое интервью, ваше интервью совместное с Идой для очень крутого проекта как раз про селебрити дрессинг в Блюпринт. Да. И вы там, мне кажется, очень подчеркиваете оба, что это со-творчество. Да, верно. Что там никто никого не переодет. Как у вас это происходит? Вот ты приходишь, вот Ида, как вы работаете? Есть разные типы стилистов, то есть смотря сколько ты находишься времени со своей персоной. То есть у нас мы настолько часто видимся, настолько часто у нас много съемок различных и тому подобное, и мы уже превратились больше как-то, знаете, в друзей. Но все равно мы сохраняем какую-то дистанцию, субординацию, грубо говоря, в работе. Но во всяком случае, каждую примерку мы приходим. Вы знаете, это не такое, что я разложил вещи, и давай, типа, Олег, меня нужно примерять, быстро что-то делай. То есть мы сначала общаемся, я понимаю, какое настроение у Иды. А если настроение не очень хорошее, и у нас важная съемка впереди, то я предлагаю, ой, давайте вот мы сегодня просто проведем время, но вот мы сделаем завтра с утра съемку для того, чтобы Ида отдохнула. Ты должен внимательно видеть, в каком самочувствии сейчас находится твой клиент. И если ты видишь, что у клиента были какие-то проблемы, либо сложный день, какие-то встречи неприятные и тому подобное, и у вас потом примерка, и ты понимаешь, что все, что ты предложишь, все будет плохо. Просто потому, что это такое сегодня настроение у человека. Это всегда влияет даже в день съемки. Может произойти то, что, типа, на примерке было все роскошно. Ты приходишь в камеру, ты понимаешь, что, ой, ужасно. И ты пытаешься сохранить хороший дух в команде, чтобы никто не разладился, никто не поругался. То есть ты даже за этим следишь, за каким-то эмоциональным климатом. Это важно, это очень важно. То есть это как психотерапевтическая такая немножко работа. Еще что, да, почему нет? Это круто. Потому что, мне кажется, если ты долго несешь свою клиентку, ты как психолог должен так же поддерживать, так же любить тело человека, с которым ты работаешь, в любой момент ее жизни, будь то это женские дни, либо она могла переесть там на праздниках, либо он, тоже мужчина есть, наверное, у кого-то клиенты. Вот, то есть ты всегда ее поддерживаешь, всегда любишь в любой ее ситуации, в любом ее весе, ее теле, и всегда хочешь ее одеть прекрасно, так, чтобы она выглядела хорошо, несмотря ни на что. Вот, но все равно пытаюсь сохранять какой-то позитивный настрой. Ну, ты, короче, такая про любовь, да, история? Всегда. Про человеческую какую-то теплоту. Так это, мне кажется, везде. То есть у нас без этого никуда, по-моему. Это не офисная работа, это все равно. Нет, я просто, простите, что перебила, просто не все стилисты говорят про это именно в таких выражениях, не все персональные стилисты. У всех, ну, наверное, нормально, что у всех разная точка зрения на профессию. Все говорят про взаимопонимание, но вот именно про любовь и вот такой вот эмоциональный какой-то баланс говорят далеко не все. А мне кажется, у нас, кстати, как-то так и получилось по этому, потому что у нас была всегда про любовь. Пока вот у нас всегда про любовь идет, и через это у нас выходят какие-то новые шаги, мы всегда пробуем что-то новое, потому что когда клиент пробует новое, ей всегда страшно. И первый, кто должен поддержать, ее стилист. Потому что она пробует, она доверилась себе, ей страшно, но ты ее должен поддержать всегда в этом плане. И после этого она доверяется, расслабляется и выходит то, что надо. Поэтому, возможно, и меняется в характере человек. То есть даже... Мы, собственно, за внешними изменениями... Не знаю, я, например, очень сильно любуюсь. И это всегда было прекрасно. Но вот мы с ней работаем, и ты иногда на площадке смотришь на плейбэк, и каждый раз у нее разные эмоции. То есть если она дерзко одета, какой-то кожей и все остальное, то есть если она более уверенная и строгая, либо в платье, когда она одется сексуальным вырезом и с мужчинами разговаривает, все равно по-другому выглядит. То есть она руку положит так-так, посмотрит. И это в симбиозе выглядит потрясающе. Ты после этого получаешь просто полнейший оргазм. Я всем желаю найти такого человека, который будет про вас говорить, как Олег Проиду. Мне кажется, что это всем необходимо. Ксюша, а ты когда-нибудь обращалась к стилисту? Ну, по поводу, может, по какому-то или в целом? Как у тебя это все? У меня... Мне есть что сказать. У меня был опыт работы с Настей Андриановой. Очень крутая девочка. Она сейчас переехала в США. Она уже ничего не стилизует. Но это был, наверное, мой первый разбор гардероба. Мне кажется, это был год, в общем, 18-й. Она тогда была... Нет, врум. Не разбор гардероба был. А я тогда много снималась. Там в Иван Иванов заходил вчера. В общем, подряд было много съемок. И нужно было прям по несколько луков. И я поняла, что я просто не вывожу. И мы так пересекались. В общем, у нас с ней был очень прикольный такой творческий симбиоз. Но это был период, когда она меня так стилизовала больше в такой... Не то, что... Ну, куда-то в 70-е. То есть мне, в принципе, это достаточно идет. И мы вот с этим игрались. Да, в это ретро. Я такая, окей. Потом я долгое время была без стилиста. И потом, значит, я переехала в новую квартиру. И думаю, надо сделать разбор гардероба. Потому что что, как ни переезд, напоминает тебе? Что у тебя до хрена вещей? Ты просто упаковываешь это и думаешь... А вот этот странный... Что это вообще? Что это за перчатка? Почему она? Я ее сейчас везу. И я поняла, что нет, что-то не то. И я спросила у своих подруг. И они говорят, вот, девочка. И мы с ней разбираем гардероб. Я вот в тот момент поняла, что, на самом деле, очень важно, чтобы у вас был именно коннект с человеком. И чтобы у вас было одинаковое понимание прекрасного. И чтобы человек мыслил за пределами каких-то шаблонов а-ля вот это сейчас в тренде и так далее. Потому что, ну, у меня специфический свой стиль. И я помню, мы с ней разбираем. И там у меня какие-то огромные а-ля там унисек штаны, которые я перевезла из поездки. Она на них смотрит, она говорит, ну, это надо выкидывать. И в этот момент я на нее смотрю, я думаю, ну, мы сейчас закончим работать. А при этом мне ее посоветовала моя подруга, которая с ней работает-работает. Но я понимаю, что у нас очень разные стили. Потому что моя подруга, она такая очень, как бы, а-ля классическая, там, мил-мил-мил, суперфеминная и так далее. И я такая, так, это не подошло. В итоге вот последний раз, ну, наверное, вот сейчас я сотрудничаю с Лизой Гардер, которая суперклассная, которую я очень люблю. Просто мой котеночек. Знаешь, как Олег говорит про Иду? Да, да, да. Я так что-то понимаю, я говорю про Лизу. Просто мою дитя. Почему мы сошлись? Потому что она поняла, что я люблю. А я очень сильно люблю эклектику. Я люблю отсылки. Я люблю, там, чтобы я оделась. И я понимала в своей голове, что, ого, это как будто бы образ, а не просто лук. То есть это... Винтаж, мне кажется, у тебя прям очень... Вот, я очень люблю винтаж. Я люблю находить какие-то вещи, которых там не так много, да. И она это все поняла. И мы с ней вначале просто разобрали гардероб. Потом вот, мне кажется, этим летом пересобрали его. И сейчас я все равно с ней на связи. То есть если я куда-то иду, я, например, могу что-то найти. Я ей кидаю, мы советуемся. То есть у нас тоже такие очень дружеские отношения. Мне очень нравится, когда Ксюша делает образами, правда. И это выглядит суперкруто. И она в этом выглядит роскошно. Она несет этот образ достойно. Вайбом своим и так далее. И каждый раз по-разному это все происходит. Она может быть суперсексуальная, может быть суперклассическая. Где недавно я видела ее образ. Она в большой театр ходила. Это было очень красиво. Я не видела, но мы поставим. Сочетание ее с жакетом, классический бар вот этот вот. Типа с классической укладкой. При этом у нее розовые волосы. Это выглядело вау. Ну, очень круто и очень по-современному как-то. При этом с отсылкой классики какой-то. Это очень интересно. Спасибо. Я работаю для Олега. Я клянусь, я что-то делаю. Вот у меня есть в голове мои там 10, допустим, человек, чье мнение мне там важно. И я такая так. Ну, если есть лайк там образно. Олега, вот ее, его, ее. И я такая, все нормально. Я на той стороне, да. О, я сейчас, я тоже сам. Я тоже Ксюша. Ой, ну похвалили. Ну, потому что это, мне кажется, вот я постоянно, наоборот, говорю, что очень важно и хвалить тоже. И поддерживать что-то, что не такое стандартное и понятное. Вот в чем как бы еще история. Потому что людям, ну, трудно самовыражаться у нас бывает. Потому что кажется, ой, это не поймут. О, это слишком странно, я не понимаю. И так далее. Ну, есть причины, почему так кажется. Но на самом деле, чтобы далеко не выходить от нашего разговора про работу с клиентами, либо со стилистами, у вас же был опыт парной работы. Ты шил платье Ксюши на свадьбу, основное платье. Да. Там было два платья. Оно было главным. Там было два платья. Главное платье. Главнейшее. Главнейшее. На самом деле, очень приятно. Мне сейчас до сих пор приходят люди, какие-то подходят на улицу и говорят, боже, какое роскошное платье. Вы создали. Мне очень приятно, но ощущение, что единственное, что я сделала, это твое платье. Нет. Нет, ну слушайте, оно просто действительно, конечно, очень обсуждало. Невероятно. Медиа-вэлью этого платья было очень... Достаточно велико. Это хороший, это твой бэнгер. Первый бэнгер. На самом деле, это дало мне путь какой-то в будущее, на самом деле, поэтому я безумно благодарен. Ксюши до сих пор, что такое произошло. Мы дадим врез очень трогательный рассказ про квартиру в Перово. В Перово. В Перово, я запомнила. Потому что в то время я жил в комнатке 2х2 на Перово. Со мной жила соседка, не суперадекватная, которая, к сожалению, была проблема с алкоголем. И вот мне приходилось год выживать на Перово в комнатке 2х2, где я там же потом создавал для других личностей прекрасные изделия, о которых потом говорили. Типа та же Ксюша Дугалис. По сути, я спал на тахте, и по центру стоял манекен с Ксюшей Дугалис платьем. Свадебным. Свадебным. И оно так у меня постояло 3 месяца. Это же есть фотки, где реально стоит ее платье в манекене, и вот оно занимает всю комнату, и там есть маленькая раскладушечка, где я. И я такой... Очень приятно. Свадебное платье. Это может быть довольно расстрельной историей для сотрудничества дизайнера и невесты. Если честно, без башни, мне кажется, это было тогда, когда я соглашался. Ну, может, ты еще просто не понимал. Я не понимал вообще ничего. И что я делаю? Для кого я делаю? Я такой... Давай! Делаем. То есть, смотрите, если, допустим, в обычной жизни еще не все прибегают к услугам профессионалов, то к свадьбе это делают многие, потому что это как бы такой life-changing experience, да, и для многих это реально там самая важная дата. Ну, тут уже кто как смотрит на таймлайн своей жизни. Вот. И это же очень тяжело понять. Мне кажется, невесты сами часто не понимают, какой невестой они хотят быть. А тут еще должен дизайнер понять, как у вас строилось ваше сотрудничество. Как вы это обсуждали? Сразу ли вы договорились? Ругались ли вы из-за этого образа? Я много говорила об этом, поэтому... Давай я скажу, но мы не ругались. Мы, кстати, точно не ругались. Вообще нет. Я тебе сразу скажу, что мы познакомились на Вогбалу, и я увидела Олега, и я такая, боже мой, какой странный и красивый человек. Ну, потому что ты был вот в этом красном наряде, в очках, то есть ты не до конца видишь лицо, но при этом я еще разговаривала с Вероникой, которая House of Ninja, и она говорит, вот все наши платья сделал Олег. Я такая, господи, покажите мне этого Олега, что это за золотые руки? Я хочу познакомиться с этим творцом. Ну, и мы тогда познакомились, ну, я так фастфорвард, что мы там не поработали на другим, начали работать над другим нарядом, не вышло, и я понимаю, что у меня скоро свадьба, и я сажусь и думаю, так, что? Ну, есть, конечно, 101 свадебный салон, но мы уже как-то даже на предварительных вот этих наших примерках и на той работе, которую мы поставили на холд, ну, мне было так комфортно с ним, если честно, и я понимала, что человек чувствует, как я вижу, я что-то говорю, и он это развивает, и мы друг друга отталкиваемся. Я думаю, блин, ну, вообще, было бы прикольно, если бы я шила платье. Я думаю, блин, зачем идти за готовым и так далее, если можно сделать свое, у меня же мурашки, свое уникальное и, типа, сделать это с человеком, который я точно понимаю, что понимает меня. И вот я ему такая, типа, Олег, привет. Как тебе идея? Это на самом деле было спасением, потому что я когда переехала, я занималась созданием образов для вокбалов, танциальных шоу, и был период, у всех сложно, когда три месяца ты сидишь и не понимаешь, что тебе делать, а я... Сложи зимой, весной 22-го года. Да, 22-го года. Я, к сожалению, переехал просто в этот момент, у тебя нет мотивации, ничего не происходит, никто ничего не делает, ты в каком-то беспомощном состоянии, и когда написала Ксюша, у меня прям супербольшой глоток, возможно, согласился, потому что я понял, что это, грубо говоря, мой последний шанс оставаться в России в принципе, потому что ты не понимал, что делать, ты не знаешь... Ты же говорила, что мы будем говорить про энергию. Энергию, да, про мэтчи, про какие-то такие вещи. Ну, как-то так вышло, и вот это реально дало шанс тому, что я остался, потому что если бы не было такого какого-то интересного проекта, я, возможно, бы просто уехал обратно в Беларусь, и... И мы потеряли бы, Олега. Не знаю, жил бы у мамы, и работал бы в ателье. А вот сам образ, он был довольно неклассив... Ну, как бы это было классический силуэт, но совершенно не классическое платье. При этом у вас, если я не ошибаюсь, была часть с церковью. Да. То есть как бы была такая консервативность. Вот у тебя были колебания по поводу того, насколько более или менее консервативной невестой ты хочешь быть вот на официальной части? Нет, вообще нет. Я видел... Во-первых, у меня замечательный муж. Давайте примем. Прекрасный муж. Обожаю. Браво. Несем протокол собрания. Зафиксировали все. Муж супер. И он не видел платье до, но, кстати, я запомнила его реакцию, когда он видел, он прямо оценил. Он вышел такой вау. Он реально оценил его. Да. И нет, у меня не было вообще никаких сомнений, не было вообще... Не знаю, почему у меня их не было, если честно. Мне просто не кажется, что оно какое-то сверхоткрытое. У нас очень красивый женственный силуэт, у нас закрыты ноги, у нас корсет, но у меня не грудь Памела Андерсона, так что у меня нет риска, что это выглядит как-то вызывающе, да? И все. У нас очень интересный такой деконструированный корсет. И мне было важно, что это то, что было ближе Олегу, это то, что он умеет делать. То есть это круто, что дизайнер может показать свое мастерство. Это вообще, ну, мне кажется, еще усиливает эффект, потому что, ну, мне кажется, с какой-то большей любовью ты это делаешь, чем то, что тебе там сказали. Я хочу вот это вот. Вот. И, в общем, у меня не было никаких переживаний. А вот эти, плюс, я в тот момент, пока Олег работал, моя драгофи, смотрела туфли, и вышли как раз только-только вот эти платформы в Барби Версачи. Я увидела, что они серебряные. Я такая, блин, это же будет прям такой Вивьен Вестфуд панк. Взять, надеть вот это платье с такими огромными, как их назвали в русских телеграм-каналах, копытами. Я такая, эстетическое чувство. Что бы мы делали без русских телеграм-каналов? Что бы мы делали без них, без их? Представляете, как прекрасно. Еще дополнили украшения мамы. Да, кстати. Да, мужа. Это было очень круто, когда есть какие-то старые, как-то сказать правильно, реликвии семейные. То, что переданется семейное, да, тебе. То есть у нас есть суперинтересное, какое-то, ну, не трендовое, это стильное платье современного кроя с интересной обувью бунтарской. И то, что, это, как говорят же, есть. Типа то, что старые. Симе, старые, новое. И вот оно. Вот это вот все сошлось. Это было просто вау, мурашки по кости просто. Да, но это было, правда, очень красиво, ребята. Это была очень классная работа. Да, но вы видели, как мы его отпаривали постоянно. Как мы его отпаривали. А как я ехала в Гигар, это невероятно, потому что, ну, это очень красивый корсет, но из-за того, что чем красивее корсет, тем тяжелее в нем сидеть. И то есть я еду сейчас вот в такой вот. Мой муж самый счастливый на земле едет. понимаю, что не могу ни сесть, ни есть, ни пить, ни встать. И мне еще говорят, так, у меня был второй наряд, и я должна была в 6 вечера переодеться. У нас расписание свадьбы. Мне говорят, не, у нас типа вот эта часть, после которой ты можешь переодеться, она в 8. Я такая, так, борцы, мы не едим, мы не пьем. Но это стоило того, понимаете? Это 100% того стоило, это было очень красиво и очень необычно в хорошем смысле. Мне кажется, так и должна современная невеста выглядеть очень классно. Мы с вами все это время, на самом деле, говорим про раскрытие персоналити клиента, если мы говорим про селебрити стайлинг, да, наверное, и про любой персональный стайлинг, через стиль. А что, если у клиента плохой вкус? Вот я знаю несколько историй российских селебрити, которые отшивали просто одной левой целые команды глянцевых стилистов. Когда там была какая-то съемка, ну, когда еще был международный глянец в России присутствовал, была какая-то съемка обложки, и там потом обсуждали вот какой там стайлинг, какой-то не очень. Но это было не очень не потому, что стилисты плохие, а потому что человек отказывается надевать. Говорит, я знаю, как мне лучше, я хочу вот так. И такой, ну, это не какой-то суперредкий случай. Вот что делать тогда, когда ты как стилист сталкиваешься с героиней, ты хочешь ее раскрыть, а она хочет начос и пушап? Отвечает Олег Горчанин. Сложные вопросы за 300. Сложно на самом-то деле. Да-да-да, так вопросы под звездочками. Но обычно у таких сложных героинь есть же команда, верно? И есть свой директор. И так далее. И если не получается это сделать у стилиста, то вы коллегально все садитесь, грубо говоря, за круглый стол переговоров. Переговоров. Вот у вас будет то-то-то-то-то-то-то. Ну, то есть вы станете ярче, вы станете узнаваемее, у вас появится больше публики, вас больше начнут любить и так далее. Вот. Ну, а если все равно нет, то нет. Если вы не сделаете, у вас будет то-то-то-то. Ну, тут есть выбор. А потом уже, это вот когда вы предъявили, если соглашается, вы по чуть-чуть вместе это вот учитесь. То есть ты показываешь искусство человеку, ты даешь какие-то книги читать, ты показываешь какие-то крутые съемки, которые во всем мире популярны, там, например, либо что-нибудь еще. То, что остается, грубо говоря, ты показываешь то, что остается на века. Вот. И, возможно, человек после этого проникается и как-то начинает самообразование, можно так. Или как это правильно сказать? Не самообразование. Я не русский, кстати, на самом деле, поэтому можем это оставить. Я умею говорить некрасиво. Лекарь Беларусь. Вот. Я из Беларуси, но я больше чувствами говорю, нежели чем правильным образованием языком. Нет, все супер. Мне кажется, я не знаю, что ты так остановился. Все было понятно. Никаких вопросов нет. То есть саморазвитием занимается человек. Вот. Это даже, если можно сказать, я не помню, где Ольга Бузова была на обложке или Татлира, или где. Нет, это было в номером. Это же было роскошно. И вот, вы можете посмотреть стиль ее там и стиль, как выглядит сейчас. К сожалению, типа, мне нравится тот, что был там. Она выглядела дорого. Она выглядела изысканно. И вот такую бы Олю Бузова я бы хотел видеть как раз. Ну, это ты, понимаешь? А мне кажется, все-таки здесь есть понимание, что у нее... Мне кажется, вообще, я считаю, что Оля Бузова совсем не глупая. Если кто-то так считает. Это у меня большие к ним вопросы. Нет, нет, нет. И я думаю, Оля Бузова прекрасно понимает свою целевую аудиторию. И что, ну, как бы, какое отторжение у ее целевой аудитории будет, если она будет выглядеть как номерок. Ну, либо это то же самое, о чем мы говорили. Это ты одеваешься, чтобы о тебе говорили. И говорили в любом ключе. Ну, для меня это так. Типа, она одевается для того, чтобы о ней говорили. И что говорят, все равно. Не так важно. Ну, а ты стоишь в инфополе. По мере того, как разрастается культура селебрити-дрессинга и просто персонал-стайлинга, мы видим, что в моду начинают заходить люди, которые к этой моде, ну, как бы, они не работают в модной индустрии, они с ней никак не связаны. Это люди, там, из крупного бизнеса, из смежных индустрий, из последних, там, российских примеров. Например, мы видим, что Ксюша Шипилова, которая является основательной сети салонов Киплукинг, и она предпринимательница, она, ну, очевидно, начинает как-то простраивать свое фэшн-инфлюенсерство, ездит на показы. Понятно, почему бренды хотят ее видеть. Она красивая девушка, как бы она попадает там в потом международный стритстайл, и это был, ну, типа, один такой пример. Таких нет много. Ну, Ксюша, на самом деле, молодец, на мой взгляд. Да, она мой тоже. У нее прекрасный бизнес. Мне кажется, мода крутится везде, во всем мире есть, во всех экспектов, во всех бизнесах она все равно существует. Визуальная часть. Визуальная часть, да. И мне кажется, это хорошая тема для продвижения твоего бренда, личного. Не только личного. Тем, чем она занимается. И Ксюша Шипилова не ездит только на показы. Ксюша Шипилова ездит на званые ужины Булгари, например. Во клиентка, в том числе. Либо куда-то еще как клиентка. Там хорошие люди, как бы... Хорошие люди на ужине будет? Хорошие люди, конечно. Булгари, душевные. Значимые люди в индустрии, вообще, в принципе, во всем мире. И, естественно, что это хороший путь. Хороший путь, ты имеешь в виду там общение. Да. Для введения своего бизнеса в какие-то новые круга. Возможно, за опыт или куда-нибудь еще. Это хорошая возможность для получения хороших связей. Мода всегда таким была, мне кажется, аспектом. Мне кажется, не всегда, но в последние лет 10 это точно такой очень рабочий медиум. 10 лет назад мне было только 16 лет. Не хвастайтесь. Поэтому я тогда, знаете, сидела, Писюха, и смотрела выиграйки какие-нибудь. Ксюш, на самом деле, вот к тебе напрямую вопрос. Ты никогда не работала в моде itself. Да? То есть... Ну да, кстати. Вандерзин был моим пределом, но это не про моду. Нет, я помню, ты вела колонку о моде в студию Неван. А, у меня был в студию 21. Волк Дроп она, кстати, называла. Ничего себе. Там были обзоры рэперских луков, по-моему, что-то такое. Ого! Я даже не знал, мне надо посчитать. Там была прожарка, да. Но он добрый. При этом ты всегда была модной девушкой, и с тобой активно работали модные бренды. Помню, что с тобой не только, собственно, булгари, хорошие люди. Хорошие люди из Булгарии. Да, тоже с тобой очень активно работали. Ты была их другом официально в России. До сих пор они мне присылают подарочки, мои бусинки и фенди. Я до сих пор и зовут меня, но я никуда не езжу. Видишь, какие хорошие... Потому что пересадки никого не щадят. А мне это прекрасно. А я вот тебе хочу сказать, что я вот не вижу смысла. Вот я ездила в том году на неделю моды. Олег, кстати, меня стилизовал. Да, я стилизовал. Вот. Сходила там на показы, и я поняла, что это вообще вот не для меня. При том, что у меня есть приглашение, у меня есть возможность общаться. Но мне интереснее общаться а-ля с менеджментом тех же булгари и фенди. Мне абсолютно неинтересна эта история с переодеванием, забегом, стритстайлом и так далее. Вот я просто думаю для себя и для того, чем я занимаюсь, КПД от этого минимальное. То есть, ну правда, все мои продукты, они, ну, связаны, наверное, со смыслами во многом. Да, потому что я говорю, вот какая-то точка зрения, я ее аргументирую. То есть это не совсем связано с одеждой. Звание рогово или какого-то реально там метро стиля мне не нужно. Я вообще не там. А мой продукт, он пищевой, он классный, но его нужно... Ты про реку. Да, его не нужно двигать за счет недели моды. Это будет странно. Ну, то есть он никак не бьется. Какой-то нетворк мне интереснее, наверное, бизнесовый. Короче, я просто не могу найти для себя причину, зачем мне ездить. То есть для тщеславия, потому что, естественно, это приятно, да, наверное, когда тебя... Ну, не наверное, естественно, это приятно, когда тебя фотографируют и так далее. Но я просто не могу, я тебе клянусь. Можно просто покайфовать. Чил, типа, как отпуск. Знаете, я сидела на неделе моды. Это не очень похоже. Ну, это вообще не похоже на отпуск. Это мой прикол. Это полноценная интенсивная работа. Да, это если ты хочешь отрабатывать это все. А если ты просто приедешь на ужин чисто пообщаться... Ну, это тоже бред, потому что дорого. Понимаешь, Милан... Ну, во-первых, это дорого, да. Если просто пообщаться, то это дорого. Это же правда. Я очень прагматичная в этом плане. Милан на неделю моды превращается, ну, просто в адскую обдираловку. Там еще... Дорого козет. Извините, там настолько хреновый уровень экологии становится. Можно посмотреть, как на неделю моды ухудшается воздух. Я там побылаю такая... Только не говори, что ты из-за плохого воздуха не поехал. На неделю моды это все... Если у тебя нет других планов, то есть у тебя было круто, что ты в прошлый раз съездила, у тебя ты записала вместе... Я сняла влог, что-то еще поделала, я совместила это с другой работой. Вот когда это так, типа сайдджоп такая, знаете, сторонняя подработка, ты там сходил, пообщался, тогда это прикольно. Я раньше никогда особо не выкладывала свою одежду. Я вообще на это сейчас это весело делать, потому что, во-первых, запрещенная в России социальная сеть, в принципе, больше ни на что и не годна особо. Ну, понимаешь? По конверсиям, ты имеешь в виду, по статистике, по всему? Ну, типа не то, что формально работать с ней нельзя. А там, не знаю, у меня есть какая-то англоязычная аудитория, ну, писать ей какие-то смысловые посты на русском, чтобы они нажимали C-translate, зачем, если я могу писать это в Telegram? То есть, ну, он стал полноценной визуальной соцсетью. Я такая, окей, значит, мы будем играть в визуал, окей, я буду туда, когда у меня будет настроение выкладывать какие-то свои луки, экспериментировать и, наверное, не относиться к этому прям вот так серьезно. При этом я продолжаю быть в контакте со всеми брендами, с которыми я дружила, прекрасно к ним относиться, естественно, вот, надеяться на какие-то улучшения отношений, ну, все же, вот. Но я не представляю, что я такая на полном серьезе, знаешь, буду это делать. Я объясню, почему. Я вот уже это говорила сегодня. Инструмент, когда тебе надо перепридумать себя. Тебя воспринимали, там, я не знаю, как какую-то девочку, а ты хочешь быть как бизнес-дива. Таксибич, да. Да, или ты была какая-то супернародная, а ты хочешь быть супермодной и сказать, что нет, я на самом деле выше этого всего. Ну, то есть, вариантов много, да, а у меня нет задачи перепрограммировать себя. То есть, я как бы плюс-минус в одной колее двигаюсь, и мне максимум это надо дорабатывать. И вот, мне кажется, это тоже очень важно, что не всем нужно в принципе себя суперсильно перепридумывать. Это, знаете, тоже, мне кажется, такая профдеформация. Модные медиа по очевидным причинам, потому что они модные, любят мейк-оверы, переодеваться. Естественно. Но на самом деле, вот я всегда смотрю, ну, очень люблю списки самых высокооплачиваемых голливудских актеров. Конечно, Дуэйн Джонс. Дуэйн Скалла Джонсон, и мы специально выведем, как-нибудь подсветим его лук на Оскаре. Дуэйн Скалла Джонсон. О, я его видела. Вот этот в атласе такой. Он как будто бы, если честно, серебряный мужчина. Он как будто бы, если честно, просто обмотался своим постельным бельем. Ну, неправда, оно так прилипло к нему хорошо. Я это увидела, ой, подумала, Зая, тебе пофиг, я рада, ты супер. В этом есть позиция, стейтмент, да, что типа ему уже настолько, он уже заработал все деньги мира, ему уже пофиг. Ну, пофиг. Одна из самых высокооплачиваемых, там просто у них первое, второе место постоянно меняется, актриса женщин София Вергара, которая все время, во-первых, я ее обожаю, мне кажется, она классная, без нее хотела дружить. Да, она суперская. Второе, она все время в образе такой латиноамериканской, секси, мамаситы такой. И как будто бы она так выглядит не потому, что ей никто не подсказал, что можно выглядеть по-другому, а у нее как бы есть, как Соня Бузовой, вот как ты привел пример. Да, да, это массовый продукт, ну, то есть это все сегментация. Мы, к сожалению, в модный мир входят только вот бизнесы, которые связаны там бьюти-индустрия, хэрестайлеры какие-то еще. Но при этом, мне кажется, нет, как бы тут реально, мне кажется, просто с холодной головой надо подходить. Вот когда народная, уже федеральная звезда, как Ида Галич, становится вдруг модной, у вас реально мейковер года. Она становится модной, она становится стильной. Стильной, мне тоже кажется, что стильной, правильно. Хорошо, но это, в любом случае, не твои слова, а мои. Мейковером года Иду называли не просто так, у вас правда очень крутая совместная работа, и это вызвало вау-эффект, потому что это по-другому. Как мы говорили с вами, что Джулия Фокса, если бы она вышла сейчас в вултманиэстайл, это бы вызвало фурор. И тут как будто еще важно, да, немножко на пульс удержать руку и быть разным всегда для суперпубличного человека. Да, даже сейчас, вот у нас была последняя съемка творческая, мы выставляли, где Ида блондинкой переуплотилась. А, для poison drop. Могу сказать так, что это какое-то немного новое начало к тому, к чему, возможно, потом будем приходить, потому что нельзя быть постоянно однотипным. Да, нужно менять чуть-чуть. Ты должна идти все равно в своей стезе, но, как и говорили, нужно совершенствоваться или что-то чуть-чуть менять, чтобы все равно публика оставалась на волне как-то и... Фокус держала на тебе. Да, держали на тебе. Либо это становится пресно. Мы когда даже начинали делать, у нас, видите, никто не замечал у нас, потому что я всегда работал с октября, паза прошлого года. Прошлого года. Паза прошлого. Паза прошлого. Да. Вот. И никто же тоже не замечал особо, потому что это нужно делать типа прям супер гармонично. Да, потихоньку. Понарастающий, потому что сразу поменять тоже невозможно. Никто не будет готов к этому. Даже сама клиентка будет к этому супер готова. Когда ты начинаешь жить и ты такой оп-оп-оп-оп-оп-оп, и сейчас новое какое-то суперинтересное начало интересное, которое мы можем продвигать. Вот я на самом деле слушаю так нашу беседу, и вот тоже не знаю, согласишься со мной или нет, что как бы селебрити-стайлинг, он вообще не всегда и не обязательно про моду может быть. И если бы сейчас себе София Вергара взяла нового стилиста, и он бы оказался хорошим стилистом, он бы просто еще сильнее подчеркнул ее вот эту вот классическую женственность. И что-то, не знаю, одел бы ее в еще одни платья Дольче Габбана и что-то такое. Еще какие-то более кружевные. Версачи. Версачи. О, боже. Джесс. Мне кажется, мы можем найти какой-то фрагмент, где она с такой же интонацией. Она модерн фэмилипс, но джесс. Вот так говорит, я обожаю ее. Я мад. В прошлой ночи у них был секси-дрим о какой-то женщине. Она офигенная. Если мы возьмем персональный стайлинг как некую индустрию, мы все равно видим... Понятно, что есть раскрытие личности, все такое. Но также есть и бежевые тренчи, про которые ты... Простите, они как собирательный образ. Если у вас есть бежевый тренч, все нормально. Просто они очень хорошо иллюстрируют. У всех есть бежевый тренч. У всех есть, по факту, да. Но это уже такая... Мы тебе подарим. Мы подарим вам по бежевому тренчу. Мы выходим отсюда. Вы одни из нас. Все равно есть какие-то общие тенденции в персональном стайлинге, которые прослеживаются. Я вот выделила для себя несколько. Первое — это работа с архивами. Вот то, что ты тоже упомянула, это сейчас суперогромный тренд, причем его придерживаются не только селебрити-стилисты, но и сами модные дома. Сейчас стало очень популярно, когда вот Диор сейчас одно за другим перешевает таки. Баленсиага. Баленсиага. На самом деле... Керри Маллиган очень хорошо делит. Все, у кого есть архивы... Да. Что-нибудь оттуда... Даже Скрипарелли переделывали платье в точь-в-точь. Да. С Амаром, которые... С Амаром они переделывали как раз. Нет, не с Амаром. Я забыл. Для кого? Для актрисы какой-то, блондиночки. Подожди, по-моему, они для Марго Робби... Черное платье. Черное платье с фрусталем из груди, которая выходила. Как вам этот прием? Вот в целом, как прием стайлинга. Ну, это прикольно, правильно? Потому что это уникально. Это не как у всех, там, бешевый тренч, опять же, или какие-то, не знаю... Ну, работать с архивами, сколько же работать с архивами? Давайте. Ну, года три точно, наверное, работать с архивами. И, если честно, в этом году мне это... Мне немного надоело. Архивы не резиновые, соответственно. Стало какой-то попсой. Все идут к архивам. Давайте. Ну, я, кстати, думаю, что у нас еще это очень распространено, потому что у нас тяжело достать что-то новое, потому что его хрен привезут. А архивы, это прекрасно, потому что я вам хочу сказать, что вот я сижу в таком вот Сен-Лоране 80-го года, который я отхватила за, простите, 25 тысяч рублей, потому что пристегнитесь. Вот это я больше всего люблю на земле. Я обожаю русских женщин. Мои хорошие. Значит, есть комиссионки, куда рублевские и другие женщины сдают свои вещи. Я обожаю, что вот когда у тебя новые веяния, вот, например, сейчас модно им хром-хартс почему-то, да, носить, одежду. Хотя это для меня загадка. Одежда хром-хартс. Я согласна. Я просто не понимаю, зачем она нужна. Ювелирка, там, кожа. Да, одежда. Большой вопрос. Ну, допустим. Допустим. И вот у них модный хром-хартс, и они берут и все свои винтажные Шанели, Сен-Лораны сдают, не понимая, что они сидят просто на чем-то золотом, потому что я его покупаю, я захожу на ВСТР, я захожу на международные сайты, там этот комплект стоит там 4 800 долларов. У нас можно найти такие невероятные вещи. То есть, типа, у меня сумка времен гальяна, которую я в России там за 150 нашла, я приезжаю в Нью-Йорк, я прихожу в большую винтажку, она стоит 7 000 долларов. Я на это смотрю, я такая... Алло. То же самое, что у нас, типа, я для Иды брал платье в винтажном магазине, и это было в современ гальяна, когда для Диор делала с крокодиловой кожей, альбиноса. И здесь она стоит, ну, копейки. Потому что, когда ты заходишь на Эйбэй и видишь там семикратные нули, и ты офигеваешь. Или, например, я работал до Иды с парочкой клиентов, которые как раз-таки, да, вот такие дамы, которые сдают, где они хренят вещи. А ты делал до этого персональный стайлинг тоже какой-то? У меня был, да, персональный стайлинг. Я просто работал с девушками, с девушками, с женщинами, которые не выходят в свет. Я понимаю, не публичные, но просто у тебя был такой опыт именно клиентский. И это, конечно, эпично выглядит, когда ты заходишь в дом и весь гараж забит пакетами. Просто мусорными пакетами, где лежат архивные вещи, люксовых вещей. И они не понимают. Ты понимаешь, что это... Ты смотришь на это, такой, господи. И ты после разбора гардероба просто говоришь, а теперь открываем эти пакеты, потому что, на самом деле, жалко, когда ты находишь там безупречные айтемы. Я, кстати, вот знаете, с чем не соглашусь? Я не согласна, что они не понимают. Это же не только в понимании, а в том, какая для тебя ценность. Для них в этом нет ценности. Ну, то есть, как бы, когда деньги настолько не проблема, а моды, ну, ты не интересуешься как коллекционер, ну, вещи. Возможно, да. Может быть. Но я очень сильно люблю именно архивные вещи. Вот сумки точно. Я постоянно про это говорю, что Шанель, который был в нулевых, в девяностых, это не Шанель, который есть сейчас. С точки зрения качества фурнитуры, с точки зрения качества кожи, всего, это, ну, несопоставимые вещи. То есть, ты понимаешь, что эта вещь, которая времен Лагерфельда, она тебе прослужит и будет с тобой очень долго. Та, которую ты купишь сегодня, к ней есть вопросы. И это, ну, правда так. И потому что, ну, почему, с чем это связано? Естественно, опять же, все хотят получать больше прибыли, все срезают возможные косты и покупают более дешевые аксессуары. Ну, такова жизнь. У нас это производство из Европы. Да. В другие места. На самом деле, это популярная история. Прости, чуть вклинюсь, просто для зрителей сделаю тоже пояснение, что многие коллекционеры, как и Ксения, покупают, например, сумки Шанель или Эрмес определенных годов. Конечно. Потому что там была определенная кожа, например. И я недавно видела, прямо на этой неделе, у реселлера Товстав. Да. У них была, они продавали сумку Келли 1920 какого-то года. Ребят, она выглядела, ну, как бы, офигенно. Ну, то есть, она не выглядела новой, понятно, что, как бы, ей реально 100 лет. Вот, она там, по-моему, 700 тысяч рублей стоила, и, как бы, ну, во-первых, это 700 тысяч. Это вообще дарман. Если ее не продали за такое. Я в шоке. Я в шоке. Когда у Иды тоже появилась Келли, 50-х годов, и стоит она, ну, намного больше. Но когда ты видишь вживую, ты понимаешь, что сумка реально выглядит идеальной. Просто я не знаю, какое там качество, кто и шил, там, какие золотые руки это все делали. Но это просто выглядит идеально. Во-первых, это делали реально руки, это лучшая работа. Да, да, да. Ну, в общем, про ценность, извини, что я чуть-чуть вклинилась. По поводу ценности, я понимаю, да, я согласна про что-то, но для меня все равно, вот, ну, мода и какие-то вот эти, хочется сказать, айтемы, вот эти элементы, одежда, гардероба, ну, априори, в них должна быть ценность. Потому что, ну, когда я что-то такое надеваю, я такая, блин, это вот определенного периода, это, значит, определенного качества, это было в той коллекции. То есть я понимаю, что я многие вещи, которые мне нравятся, я их банально не могла купить, потому что я 94-го года. Ну, то есть мы, я в школе могла сидеть, смотреть на это, когда там 2006 год, я в шестом классе, мне, дай бог, пойти чупсик купить. Какие сумки, понимаешь? Вот. И ты смотришь там, вчера один из Телеграм-каналов выкладывал Луи Виттон времен Марка Джейкобса, какие там были сумки, очень крутые. О, просто, просто. И ты смотришь на это, думаешь, блин, ну вот это интересно, потому что мода, я считаю, должна вызывать, она тебя должна будоражить, она должна вызывать у тебя какие-то мысли, эмоции. И это не обязательно должна быть авангардная мода, как у Макуина. Это может быть что-то более практичное, носибельное, да? Тот же Селин в времен Фиби был, ну, как бы, гораздо более, на мой взгляд, и носибелен, и при этом вызывал эмоции, и ты понимал историю за ним. Поэтому я и говорю, что они не ценят. То есть, ну, конечно, понятно, что они это выбирали, они это покупали, но для меня, ну, вот, там, я какие-то вещи покупаю, я не представляю, что я потом от них избавляюсь. Я скорее бы передала их своим детям. Значит, это твой выбор. Да, да. А кто же не представляет, что он на показ Фенди не полетит, если его пригласят? Один чемодан, и винтажные вещи, которые мы, ну, понимаем, что мы уже не будем носить, они не подходят ей, они иногда суперяркие, либо ей дарили, там, не знаю, Филипп Киркоров кто-нибудь дарил, либо кто-нибудь еще. Что мог дарить Филипп? Да, кто-нибудь дарил. Винтажные вещи дорогие. Оставим кто-нибудь дарил. Они просто иногда суперяркие, и ты понимаешь, что такое точно нам не внедрить никуда, но не хочется отдавать. И у нас есть как своя... Капсула времени? Капсула времени, как в виде чемодана, куда мы засунули все архивные вещи, которые у нее были, которые нам не нужны, и все, и они ждут своего часа, либо времени, чтобы она либо передала кому-то, либо сама потом в конце смотрела и любовалась, вспоминала. Кстати, с точки зрения персонального стиля и архивов, да, этого тренда, мне кажется, что вот если есть возможность не выкидывать, не выкидывайте, правда, какие-то знаковые вещи, они снова точно станут популярными. Вот вчера вечером сидела, смотрела фото с вчерашнего показа Селин. Может, вы уже тоже видели, или там такие короткие у них пиджачки, короткие. Это выглядит реально как Луи Виттон Марка Джейкобса. Вот один в один. Очень похож. Да, вообще, я сначала даже не поняла, пока не увидела логотип, и думаю, блин, где-то я это уже видела. Так что надо, значит, это хранить, если есть где. Если есть где, это важно. Следующий тренд, который тоже отметила для себя, это такое, типа, с одной стороны у нас олдмани, куда мы от него денемся, а с другой стороны у нас такая секси-девчонка, вот такая вот девчонка в чем-то прозрачном, обтягивающем, может быть, это Миу-Миу, может быть, это Мюблер, что-то вот такое. Вот вы разделяете, что есть такой тренд, и все сейчас как бы... Мне кажется, я даже предсказал, у нас сейчас будет тренд на кантри, и вот он мне гораздо... Он гораздо сильнее для меня, потому что, что ты описала, это как будто Нэнси Даджака и все, что было прошлое. Да, 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 абсолютно. А вот сейчас точно кантри, даже вчера, по-моему, Лубутены вышли там тоже с этими... Вышли-вышли, коллекция, да. И это точно будет. Я летом, я уже крещусь и готовлю, что на Патриках реально будут, помимо этих лошадей, женщины в шляпах, в казаках, и все, и в шортиках они такие. Я не знаю, кто-то писал о том, когда была Хадид, вышла, вот как раз таки она была со своим парнем новым, в этой ковбойской шляпе, в таком кантри стиле, кто-то писал о том, что это вот в следующий сезон будет выглядеть так, девочки. Именно, именно. То есть, я понимаю, что очень по-снопски звучит, но по триаршам прудам не хватает только ковбойских шляп для полного комплекта. Что же говорить, тому вот как раз таки я думаю. То есть, может быть, эта волна наконец-то смоет Old Money Aesthetics? Я думаю, что Old Money, извини, что чуть-чуть это перебила, я думаю, что Old Money Aesthetics уже вымолась сама. Вообще, в принципе, все, что с приставкой Aesthetics, то есть пришло из ТикТока, очень быстротечно. У нас была MobWive Aesthetic полторы минуты. Ну, реально. Но мы успели. Мы успели. Потом была еще какая-то там, потом была Cottage Core, вот это что-то. Коров было дофига. Да. Потом, значит, вот это Old Money, теннис. Вот в этом году точно будет теннис. Вот я вам вангую, что все открыли для себя Paddle. Омерзительная игра. Название говорит сама за себя. Падла, а не теннис. Просто играю в падлу, ненавижу. Разно. Мы открываем наш вечер интеллектуального юра. Я могу. Просто я играю в теннис. Я просто... Я единственная в чем в жизни в СНОП, это в этом. Потому что я такая... Вот ты стараешься, ты там 500 часов этой ракеткой, чтобы потом они играли в падл. Нет, пожалуйста. Ну, в общем, я уверена, что очень большой тренд будет на это, потому что теннис очень эстетичный. Он и для мужчин, и для женщин. Там красивая спортивная форма. Это все классно. Да, кстати, замечала такого, что есть такое. Это точно будет. Ну, я тоже там те же самые Селин начали выпускать коллекции теннисные, как бы... Вот все к тому идет. Летом будет, значит, половина в падле, половина на лошади. И вот встречаемся на пруду, друзья. Это вынос, мне кажется. Блин, нам нужен какой-то график в команду, потому что очень хочется визуализировать то, что мы тут генерируем наш коллективный разум. Мне кажется, вот эта голая девочка... Голая девочка была и есть всегда. Но вот как тренд такой, мне кажется, это сейчас под уйдет. Вот. Я с ужасом, честно скажу, и с интересом смотрю на капри, потому что все пытаются их раскачать и сказать, капри вернутся. Я вот жду, когда давай-давай-давай-давай-давай. Все, уже начинается. А на сколько? Но это тренд, который очень такой... Это даже не джинсы на низкой посадке, да? Которые ты можешь сейчас застилизовать так, что твоя манка не будет нуждаться во втягивании. А капри, ну, это сложная материя, поэтому я очень жду. Я тоже не хочу. И я жду, когда они придут, и надеюсь, что они пройдут мимо. Это на самом деле следующий тренд. Двухтысячные, которые все никак, все к нам... Боже, если честно, уже так надоело. Уйдите уже, пожалуйста. Я чуть-чуть постарше, чем вы. Я 92-го года, и я помню первое пришествие. Я еще не отошла от него. Да, мы все еще травмированы. Ну, типа, вот эти вот грязные, от этого типа джинса, такая типа ржавого цвета. Подвески сова, как у настоящего хитера. Подвески сова, господи! А твой стейтмент-дресс, когда ты, значит, сначала одеваешься как будто в офис, потом ты надеваешь вот этот, не дресс, простите, а подвеску или какое-нибудь украшение, вот такие ожерелья огромные. Да, подрубашечный воротник еще можно тоже его надеть. И ты идешь в клуб, как в офис, и так и гуляешь. Очень интересно. Вот, и как будто бы еще так мало времени прошло с тех пор, а это уже тренд снова вернулся. И в персональном стайлинге я вижу, что стилисты, которые работают со своими клиентками, очень активно это эксплуатируют и как-то вот надел что-то такое, дал маленькую сумку в руке Баленсиага и как бы вроде сразу и модненько. Вот как думаешь, долго еще будет? Вот видите, для стилистов, которые не хотят создавать какой-то эксклюзивный стиль для своей клиентки, это хороший способ быстро зарабатывания денег. Мне кажется, мы рабочие шаблоны обсуждаем в последнее время. Это рабочие шаблоны стилиста, которые просто идут за временем. Он такой, о, сейчас вот так, сейчас будет вот это, вот это, вот так мы найдем вот это, вот это оденем и все. Ну, как бы и нормально. Мне кажется, что просто счастье для стилистов это тренд офисная сирена. А мне нравится, это такой секс просто. Ну, это как застилизуешь, понимаешь, то есть как бы сейчас в принципе любой костюм ты можешь подать, что это супертренд, потому что наконец-то женщина из офиса стала трендсеттером. Это, во-первых, справедливо, я считаю, спустя столько лет уже как-то хочется. Уже хочется у кулера немножко фэшн-шоу. Как вы думаете, этот тренд, он зайдет ну, как бы вот именно так вот в массе своей или он просто превратится в супер базовое что-то и даже на тренд не будет похожим? Мне кажется, он рассосется, честно скажу. Максимум, что от него останется тонкие очки. Не супер отличающий, ну, возможно, пушап еще поработает над своим и все. Реально, кстати, мне кажется, русские девочки вернут вот эту историю с пушапом, открытые блузы какие-то облегающие, которые показывают все, что можно и нельзя. Потому что это как-то в ДНК русской девушки, не знаю, можно так сказать. Какое-то вот есть ощущение такое. Кстати, следующий момент, который я бы хотела обсудить про ДНК русской девушки. Начнем сначала. Россия страна довольно консервативная. Возможности ты хотела сказать. Во-первых. Во-вторых, страна... Давай не ошибаться в наших удовольствиях. Страна возможностей. На этом все. В России все-таки довольно консервативные взгляды на то, как должен выглядеть... Да, на все, и на то, как должен выглядеть мужчина, как должна выглядеть девушка. И от мужчины все-таки ждут, что он будет такой Джеймс Бонд чуть-чуть, да? Ну, такой, может быть, чуть более брутальный, чем Джеймс Бонд. Вот такой, может быть, в рубашке фланелевой, а не в пиджаке. Но, тем не менее, такой мужчина-мужчина. А женщина как такая девушка Бонда, плюс немножко... Плюс немножко группа блестящей вот от первого состава. Мне кажется, что-то такое, да, ведь? Да, есть. Есть определенные ожидания от каждого гендера, мужского и женского, в данном случае, со стороны общества. И любые отклонения от этих ожиданий, они до сих пор часто воспринимаются очень резко. Вот мы даже с вами это проговорили, да, что звезды, которые работают на массовую аудиторию, они же не просто так не могут себе позволить ходить в той же Нэнсе, например. Да, верно. То есть специально этого не делают. Вот. И я просто слежу тоже, вот, Ксюш, например, за твоими соцсетями и вижу, что ты просто в постоянной коммуникации находишься с реакцией аудитории на какие-то... Я просто... Вот расскажи, пожалуйста, ты сталкивалась сама с какими-то странными комментариями по поводу твоего, ну, реально необычного стиля? Ты не выглядишь как женщина Дольче Габбана. Ты знаешь, ну, моя аудитория, которая, например, в Телеграме или в других соцсетях, ну, они как-то уже переняли мою манеру выражение своего недовольства чем-то или критики, и они, ну, понимают, что они говорят, ну, просто мне не очень понятен этот лук, я там выкладываю что-нибудь в Ком-де-Карсон, они такие, а что именно вам нравится в этом печаке? Они уже издалека, да? Я такая, мои, я говорю, а я объясню, я такая, ну вот, деконструкция и так далее, очень интересная как бы... Это же крутая коммуникация с своими подписчиками. И крутая аудитория. Это объясняет, крутая аудитория, да. Но им интересно, вы лучше. Если они сначала негативно к этому иду, то она как бы пытается вот этот вот негатив превратить в какую-то поучительную историю. Ну, что-то объяснить им, да. Потому что, естественно, всё, что новое, оно непонятное, оно пугает, и, ну, особенно когда у нас люди постоянно находятся в состоянии, ну, если не очевидного стресса, то подавленного, естественно. Это ведь правда. Вот так вот шутка вроде, а на самом деле это так. Понимаешь, будем честны, да? Мы шутки шутим, но это правда так. И, естественно, у них вот этот, так сказать, тумблер между стимулом и реакцией, он как бы вот так может крутануться, понимаешь? То есть они перед тем, как подумать, хочу его нажать или нет, когда у тебя есть на это ресурс излишек, да? Он уже в пол просто. Ты уже просто сразу и пошёл. Вот. И, ну, так вот, моя аудитория нормально реагирует. Я, более того, из-за того, что я не читаю практически никакие телеграм-каналы, потому что я оградила себя от информации, которая мне не нужна, я и не знала, что кто-то это вообще комментирует. И потом мне недавно написали, что кто-то там что-то не понял, но... А пишут, типа, в телеграм-каналах что-то... Ну да, что-то они не понимают. И такие, типа, такие странные луки, такой что-то... Я думаю, слушайте, ну, это явно не моя проблема, что вы что-то не поняли. То есть я-то понимаю, то есть, ну, я исхожу из того, что у меня есть определённый уровень насмотренности. И слава богу, кстати, что я много езжу за границу, и мне есть с чем сравнить. Вот, потому что я знаю, какую положительную реакцию я получаю, когда я, там, приезжаю в Лондон или ещё куда-то. И я хожу, как я хожу, и поэтому я понимаю, что, ну, со мной всё ок. То есть я это сама чувствую, я получаю позитивное, положительное поглаживание от людей, которые для меня, скажем так, важны, чьё мнение совпадает с моим, и чьё представление о красоте также совпадает с моим. Если кто-то это не понимает, ну, супер, слушайте, я не могу всех переубедить. Я могу только делать, что я делаю, и всё. Опять же, я просто всем желаю относиться к чужому стилю, как бы с большим, наверное, интересом и с вот этим, как-то сказать, ну, с поиском красивого, просто вот, ну, в любом образе можно найти что-то красивое. Я объясню, дам пример. Вот есть женщина, вот сейчас я забываю всё равно её фамилию, Ольга Курбатова, по-моему. Она живёт в Монако. Я её обожаю заочно. У неё стиль, который вообще мне не ботует, она постоянно, она, во-первых, супер-блондинка, с ногами худая, прям вообще. А, так это же легенда. Ну, или вы... Да, из первой тусовки московской. Вы поняли? Она вся в Боа. Она выходит завтракать. Она в Филиппе Пляйне вся. Она просто, я не могу, она всё время блестит, и я такая, моя. То есть я в жизни так не один. Я бы в следующей жизни хотела быть... Она кэмп, понимаешь? Она просто кэмп, как он есть. Я очень смотрю, я думаю, вааа. Вот прям я в радостью её. Вот, понимаешь? И я просто вот желаю людям так же. То есть я бы в жизни так не оделась. Это не моё. Для меня... Я бы оделась. Но я на неё смотрю, я такая, блин, прикольно. Я себе представляю. Раскину тебе под курицу. Есть пара луков. Ну вот. И я просто всем желаю так же относиться к чужим образом, расширять свои границы прекрасного. Понимаешь? Ну или очень хорошая тема развивать и обучать свою публику. Да. Ты в своей работе, когда сталкивался с персональным стайлингом, какой был запрос у клиента? Вот как хочет выглядеть русская женщина? Ну, я с вами полностью согласен. Это должно быть суперфемильная девушка, подчёркивающая свои достоинства, женские прелести. То есть как бы грудь, талия, бёдра? Всё равно всегда... Ну, типа, сколько у меня не было клиентов, они всегда этого ожидали от меня, чтобы это было сексуально, красиво. Но при этом не пошло. Это должен быть красивый макияж, красивые яркие губы, роскошные украшения на себе. То есть это всё дорого-богато. Но, слава богу, у меня везло с клиентами, наверное, они всё равно в меру всё это хотели, в меру получали. Чуть-чуть экспериментировать тоже были готовы. Да, они всё равно готовы были экспериментировать. И были помоложе те, которые вообще, типа, да ладно, давай суперэкспериментировать, но всё равно для них важно, чтобы очертания женской красоты было видно. Ну, я совру, если скажу, что я не понимаю, потому что... Так, клиентка. Потому что для меня, конечно, ну, хотя, как бы, я работаю в моде уже много лет, и, как бы, круг моего общения, ему вообще без разницы. Вот хоть я завтра приду вообще без волос, с зелёными волосами, как бы, ну, всем уже, все уже, как бы, смирились, всем нормально, даже, там, не знаю, родителям. Вот. Но всё равно, как бы, какие-то вещи сложные, я прям себя для них воспитываю. То есть я к ним иду, у меня, может, там, первая реакция быть отторжение, я там задумываюсь. А почему у меня такая реакция? То есть это некое усилие, да, некая работа. Мне кажется, что не всем это нужно. Да. Вообще не всем это нужно. Более того, опять же, ну, как-то сказать, сексуальность же бывает разная. Сексуальность бывает, там, агрессивная, сексуальность бывает очень телесно проецируемая. Она бывает, там, не знаю, за счёт харизмы и так далее. И у каждого человека, ну, свои инструменты, он к ним прибегает. И мне кажется, как раз одежда и подчёркивание форм это очень простой, понятный и в нашем обществе, самое главное, что неосуждаемый особо инструмент, понимаете? Это вот про сексуальность, это секс в большом городе. Четыре девушки с разной сексуальностью. И у всех разный стиль подойдет в сексуальность. Мне кажется, это как раз такой первый настолько мощный поп-культурный пример, когда персональный стиль, пусть не настоящего человека, а вымышленного, хотя потом Сара Джессика Паркер всю дорогу ходила только как... И до сих пор он так ходит. И как бы настолько, да, тоже, да, настолько классно сработало. Да, намного. И он органичен был ей. Патрисия Филд, стилист, по-моему, она создала героиню, которая настолько получилась влиятельной, настолько живая и классная, что, во-первых, а, она повлияла на всю модную индустрию, б, она до сих пор влияет на модную индустрию, то есть как бы сколько уже прошло лет, страшно сказать, почти 30 лет этому сериалу, да, и он до сих пор остается одним из самых влиятельных в поп-культуре и моде по отсылкам. И это, наверное, был такой первый случай суперинфлюенсера, который подмял под себя вообще все. Я тебе сейчас представляю, какая должна быть сила была у стилиста, она создала новый человек. Ну, крупно говоря. Но это не только стилист, там еще просто такой момент был классный, шоуранеры круто сработали. Но все равно они вместе создали методиклиенсер. Да, 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 да. Ну, по сути, так и есть. Супер какого-то могула, да. И на самом деле сейчас мы же тоже видим, да, уже не такие мощные проявления, но вот с чего мы с вами начали, обсуждение персонального стиля суперзвезд, Алиста, которые были на Оскаре на неделях моды, они же тоже влияют своим персональным стилем на то, что происходит в моде. Да. Ну, вот, например, беременная Риана. Ну, вот, я хотела сказать, что их единицы по факту. Так и должно быть. Да, но их реально немного. То есть, ну, кто? Вот, давайте пробуем собрать. Риана, очевидно. И она работает с Джамал Уивер, или я не помню его имя. Это ее друг вообще. Он, если только ее, и он, в принципе, себя не считает, по сути, стилистами где-то читала, потому что он просто вот... Просто... Просто проходил мимо Рианны. Знаете, феномен Рианны, что вот ей настолько верят, она настолько настоящая, и то есть она себя не играет, вот это вся она. И это очень круто. Вот поэтому и получается, что она супервесомая личность. Мне очень нравится, как ты рассказываешь про женщин, которые тебя зацепили визуально. Они. Они, да. Мои. Но они правда величайшие. И то есть из-за того, что они ведут себя по-настоящему, ничего не показывая, через чур как-то... Типа им верят просто, честно получают. Вот они доверяют этому, и вот у нее настолько большой процент доверия в всем мире, что вот реально, если она оденет или что-нибудь, станет либо трендом, либо все хотят быть ей. Мне кажется, Ким абсолютно так же повлияла. То есть она заставила себя принять, и даже применяла наше представление. Сейчас, мне кажется, Кайли пытается, ну не то, что пытается, но она идет туда очень хорошо. А мне кажется, это не тот калибр, если честно. Она маленькая еще. Она просто пока взращивается. Ну да, и сбываю, что 13 все время. А вы запомните, ну как бы если пройти по всю, ну всю жизнь, типа вот с ее сменой имиджа первого, где она яркий прикиносила, она была влиятельной у своей аудитории. То есть ее возраст, аудитория. У юных ребят, да? Да, вот и аудитория идет постепенно с ней все это время. Все потом любили, начали эти парички яркие одевать. Эта косметика взорвала ее стиль. Все хотели подростки быть, как она. Она выглядела один из лучших уходов. Да, тоже мы обсудили, что супер. И у нее, когда смена стилиста, я, если честно, только не понял, с ней какое-то время работал Акерман, а потом появились две сестры. Ее новое переоплощение это... Супер. Вау. Шаламейгера. Она выросла, ну, сама по себе, как бы возраст такой, и она дает... Ну, показывайте, я взрослая, я утонченная, я воспитанная, я эрудированная. Ну, грубо говоря, хотя бы, если честно, это подает... Но это мы тоже... Мы этого не узнаем, Это мы не узнаем, но она хотя бы дает вид этого, знаете? И то есть видно, что маленькая Кайли с секси-кошечкой вот этого, типа, все ушло, и теперь она... Шикарная женщина. Шикарная девушка. Причем вот абсолютно же не было ничего такого в ее выходе, это было просто красное платье? Ну, нет, я бы сказала, что это, вот как Олег говорил до этого, постепенно у тебя капелька, 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 и последнее, она уже активирует все, что было до. То есть она как-то, ну, я не знаю, был изначально это пиар-роман Шаламе, или это реальный роман, мы никогда не узнаем, но сам выбор такого, ну, мальчика после Трэвиса Скотта, это просто другая эра, другой вообще, ну, диаметрально противоположный персонаж, диаметрально. И она с ним начала вот этот аккуратный такой французский вайп, вот этот вот... Вот она как француженка себя ведет. Шак-Мюс, мой лучший друг. То есть это не голливудская девочка, типа, щик вот это вот, сидела с блеском на губах и сиськами попой наружу. То есть тут уже совершенно другой вайп. Да, и мне кажется, они еще очень почувствовали общий этот тренд на сдувание тел, так мы это назовем, потому что все были большие, потом резко они сдулись, суперэкстра вот эта феминность ушла. На естественности мейки, у нее это круто очень. И сразу дышащие, все спокойное. Могу сказать даже, что, ну, вот ее последние выходы, я смотрю на ее лицо, почему-то мне очень всегда интересно сейчас, потому что на самом деле ее лицо, это одно из частей, типа, ее переуплощения, потому что она была суперяркая всегда сейчас. Она минимум мейка использует всегда, супер ньют, на глазах почти ничего нет. Минимум мейка, мне кажется. Ну, это то, что мы видим, то, что мужчины называют натураль, отсутствие макияжа. Да, натуральный. Два часа просто с консилером с этим сидеть. Ну, это прекрасно, ей очень идет. Это натуральные брови, то есть расчесанная просто, ну, конфетка для меня. Конфетка, нет, я согласна, очень красиво. Это вот как раз, почему я говорила, типа, вот Ким устала. Если все-таки вернуться к персональному стилю людей, которых нету миллионов подписчиков и миллиардов евро заработанных, люди все-таки обращаются к персональному стилисту, сейчас массово, к персональным стилистам, потому что соцсети, они как будто бы выкристаллизовали то, что мы считаем набором успешного человека, социально приемлемого. Ну, где-то это богатство, какая-то там красота, какие-то там еще вещи, и он типа в целом хорошо выглядит, этот человек. И то есть, если раньше мода считалась массово как будто глупостью и вообще стиль какой-то глупостью, ерундой для не очень далеких людей, потому что умные люди такой фигней не занимаются, сейчас как будто бы ситуация меняется стремительно. И я, например, когда готовилась, читала материал Афиши, который вышел в прошлом году, Афиши Дейли, там ребята брали комментарии у стилистов и их клиентов, обычных людей, не медийных, по поводу того, как меняется работа стилистов вот в той ситуации, в которой мы оказались как бы глобально. Все в стрессе, насколько людям важен стиль в стрессе. Во-первых, важен, как бы, long story short. И мне очень понравился там комментарий героя-спикера. Это мужчина, он руководит каким-то медицинским центром, то есть он ученый, он медик, и он прям говорит прямым текстом, я не готов отказаться от персонального стилиста, я буду на него находить деньги столько, сколько нужно, потому что мне это в том числе помогает больше зарабатывать. А вот вы согласны с тем, что внешний вид человека, в том числе то, как он одет, реально как бы, ну, влияет на такой общепринятый успех в его жизни? Конечно. Я больше скажу, мы, раз уж мы ушли в социологию, все общаемся в знаковых системах. и очевидно, и очевидно, что, когда у человека какая-то дорогая, понятная сумка 2,55, если тебе на протяжении всей жизни, а все-таки маркетинг Шанель работал так, что тебе долго со всех сторон показывали эту сумку на успешных людях, и вот перед тобой человек, у которого она есть, у тебя, ну, если ты первая с этим столкновением, и у тебя ее нет, ну, может щелкануть в голове, что ага, а он-то что-то умеет, то, что не умею я, и так далее. И это определенные знаки и посылы. То же самое там, когда перед тобой человек, который даже если это там не бренд, а он с иголочки одет в костюм-тройку, где ты до этого видел костюм-тройку? В кино? И это были там джентльмены, щечка, в кино, точка, реально, потому что, ну, где ты еще это мог наблюдать? Очевидно, этот человек уже какой-то авторитет, у тебя чисто на визуальном уровне, ну, ты получаешь этот сигнал, что перед тобой, ну, как бы герой, который у тебя ассоциируется в одежке, до сих пор очень актуально. Но, как правильно сказал Олег, потом начинается ум, по которому провожают. Ну, до ума можно не добраться, если ты выглядишь неправильным образом. Но я абсолютно точно могу сказать, что все наши инфо-цыгане зарабатывают на том, что они бросают вот эти знаки своего богатства людям в лицо. Да, так и есть. Поэтому, если перед вами человек, чье развитие, не развитие, простите, неправильное слово, чье движение по лестнице заработка зависит от того, насколько верят другие, что он успешный, конечно, одежда ему будет помогать. Более того, вот общаясь с стилистами, я сталкивалась с тем, что они предлагают для каких-то героев там интересные решения, там, опять же, как вот Олег говорит, создать свой какой-то классный стиль, на что менеджеры говорят, не, нам надо, вот чтобы было понятно, что это модно. Вот там вышли эти дутые боты, мисс Чиф, нам нужны вот такие, чтобы все такие, о, клево, типа, вот они смогли, у них есть бабки, мы это узнали, это вот то же самое, что, знаешь, когда люди приходят в Лувр, там миллион картин, там просто такое количество работ, что ты можешь погибнуть от счастья, но куда все идут, куда узнали? Идут, по-моему, они Лиза, потому что они ее узнают, и вот это такой же момент. Типа радость узнавания должна случиться. Радость узнавания, да, понимаешь, поэтому у нас в нулевые, был самый, на мой взгляд, ужасный для меня период по стилю, где-то лет пять точно это было, это черные лосины, сумка Шонел, какая-то кожанка, и там, я не знаю, о, боже, вот эти вот тапки, не тапки, а полусандалии Баленсиага, такие как сапоги, помните? И это было на всех, и ты на это смотришь, и все это узнают, и у нас есть до сих пор отголоски этого, что люди на такие луки смотрят, и еще героиня должна быть просто анорексично худой, и тогда все такие, боже, худоба, или меховые жилетки, все, да, это признак богатства. У Оксаны Михайловой есть исследование, в котором она рассказывает о том, что вот женщины, у которых РПП, они ассоциируют худобу с чем-то чистым, классным и красивым, а люди, у которых избыточный вес, или когда они в него заходят, они как будто ассоциируются с чем-то грязным, плохим и так далее. И это распространяется, друзья, спойлер, не только на людей, у кого расстройство пищевого поведения, а на всех, кто живет в этой парадигме, что только вот худые, супертощие женщины, причем к мужчинам этого нет, это только женская, почему-то прерогатива. Мужчины вообще как-то поспокойнее на все реагируют, будем честны. А по поводу, кстати, мужского стайлинга, я сегодня поняла, знаете что, что, конечно, у нас мужчины не так сильно обращаются к стилистам, знаете почему? Потому что дорогой мем про эффект жены и девушки, потому что, когда они начинают встречаться с кем-то, потихонечку вещи начнут меняться. То, как выглядел мой муж, когда мы начали встречаться, и то, как он выглядит сейчас одеваясь в пике, друзья, это две большие разницы. Сам ли он туда пришел? Вряд ли. Не сам он туда пришел, понимаете? То есть женщины, они потихонечку свою вторую половинку переодевают, поэтому мне кажется, что не так много мужчин обращаются к стилистам. Я на самом деле последние три года проработала в ритейле, и могу подтвердить и то, что ты сказала про такой секси-элеганс стайлинг, как запрос, массовый запрос женщин с деньгами. Это так, это самые продающиеся вещи и образы. Так и то, что я еще работала просто в интернет-магазине, и женщина чаще всего одевает всю семью. Это как бы такой потребительский паттерн, да, абсолютно, ну, как бы я это вот наблюдала. Такое всегда было в свое время, даже в моем детстве, типа, мама всегда всех одевала. То есть это как-то, не знаю, это уже в ДНК, не знаю, типа, на эти семейства, когда раньше мужчина должен добывать пищу и так далее, то мать, типа, одевает и так далее. Ну, по факту, там, конечно, все было чуть-чуть сложнее. Мать и ты. Мать и ты. Ну, к тому, что вот это одна из таких вещей, которая всегда происходила. Задается на женщину, да. Да. Вот мы с вами сейчас проговорили, что в персональном стиле очень многие моменты завязаны на, типа, тем, как ты себя ассоциируешь, с каким уровнем социальным, на какой лестнице находишься. И очень часто люди, тоже, Олег, интересно, что ты здесь скажешь, люди, которые приходят к персональным стилистам, люди, у которых есть деньги, они приходят, и у них гардероб состоит полностью из брендовых вещей, таких явно брендовых. То есть они с логотипами, да, с какими-то опознавательными знаками. Показывают, что они богатые. Да, они показывают так, типа, чтобы вот всем было, вот в радиусе 100 километров было всем понятно, что они богатые. А при этом, когда начинается работа, уже там идут какие-то более тонкие настройки, там, что-то на заказ шьется, что-то на заказ сажается, потому что тут же очень недооценена история с пропорциями и посадкой. И я знаю просто, все знают, кто следит за Олегом, но еще раз проговорим, что Олег как бы изначально занимался дизайном, и Олег шьет сам. И, собственно, платье, которое он шил Ксюшу, он его литроли сшил. Вот этими вот руками. И мне интересно, что ты, в принципе, думаешь вот про роль такого портновского элемента в персональном стайлинге. Могу сказать, что обеспеченные люди сейчас все больше и больше переходят на частные пошивы себе одежды. То есть они покупают в Европе дорогие материалы тех же люксовых брендов и просто себе шьют подходящие им силуэты по одежде и так далее. То есть у них какая-то такая немного переоценка, что ли, если раньше реально покупали вещи, чтобы все видели, что мы... В какой-то монограмме, да? Сейчас девушки, многие просто переходят на частный пошив себе всего, чего они хотели бы вместе с стилистом, просто из дорогих материалов. И реально вот с новыми клиентами, которыми я мог бы работать единично, я замечаю такую тенденцию. Они правда... У них меньше логотипов стало. То есть если мы... Если они меня слушают, то мы многое уже убираем, и у них остается чистый гардероб, и дорогие пошитые им костюмы, платья и так далее. Есть куча блогеров, которые, например, одеваются очень минималистично, и у них на посадке построен весь их персональный стиль. Да, да. Просто там какие-нибудь брюки и никло, которые она себе посадила по росту, они реально выглядят очень круто. Вот насколько важно... Практический совет нашим зрителям. Насколько важно иметь своего портного и сажать на себя все вещи, которые ты покупаешь? От 1 до 10 по шкале. Ой, ну... 8-9 где-то, наверное. 8-9, хорошо. Это правда, потому что... Вообще, если честно, я смотрю, когда... Какие вещи строят масс-маркет, и иногда не понимаю, на какой рост они это все создают, если честно. Или на какую посадку, если честно. Кто это герой? Кто ты кибор? Соответственно, тут вопрос конструкторам, возможно, которые создают это. И, возможно, это устаревшие данные у конструкторов, как выглядит девушка сейчас стандартно, либо мальчик. Это не обязательно. Мальчик не должен выглядеть 2 метра роста. У нас таких мальчиков очень мало. Мы их всех знаем по именам. Их четверо стандартам. В принципе, так и есть. То есть, реально. И вот эти вот старые стандарты, они из того, что остаются... Дизайнеры приходят новые, создают что-то интересное, а конструктора по старым стандартам делают продукт, и по итогу это никуда не одеть. Это нужно переделать, пришивать и так далее. И зачастую даже у меня очень много парней и друзей, которые, к сожалению, не имеют роста хотя бы 180, они все себе укорачивают брюки или подшивают, правильно делают. Многие не укорачивают. Как-то неопрятно. То есть, лучше уже пойти и заплатить. Да, ты заплатишь, скорее всего, полстоимость твоей вещи, но зато ты будешь носить и радоваться этому. Либо научись сам. На самом деле, сами-сами где-нибудь научитесь. Да подложить брюки это не так сложно. Я могу это сделать, но у меня мама просто шьет, и мама у меня шьет очень круто, и она меня научила, и я поняла, что это все-таки не только умение, но еще и какой-то дар. Я очень плохо все это делаю, чудовищно. А вот, кстати, по поводу того, что если клиенты, например, все же все равно хотят показать, что мы дорогие, то вот как раз-таки они прибегают, что у них есть красивые пошитые костюмы, но у них есть дорогие сумки. Они очень явные украшения, которые показывают, что я как бы не на помойке и так далее. То есть они показывают свой статус как бы аксессуарами, обувью и так далее. Роскошно, дорогие. И, кстати, здесь тоже отмечу, что в модной иерархии дороже всего стоит кутюр, очевидно, да, кутюрной линейки модных домов, и в кутюре практически никогда не бывает логотипов вообще. И там чаще всего это просто тейлоринг мужской, да, такие как бы костюмы, какие-то платья. На самом деле в мужском, вообще, если честно, в кутюре, иногда даже запутаюсь в брендах, потому что особо там не видно ДНК. Вереница черных смокингов. Да, типа, кто это? Да пофигу уже. Последнее, что хотела обсудить. Вот, в принципе, культура персонального стайлинга массовая, как мы уже с вами выяснили, она довольно молодая. Из-за этой культуры старает сюрприз. Стилисты. И стилисты сами становятся звездами. Ну, во-первых, вот с нами сидит Олег, да? Олег с нами. Олег с нами. Мне кажется, это логично, когда ты видишь, как меняется стиль звезды, за которой ты следишь, ты хочешь знать, кто этот человек, и тебе интересно послушать его. Мне дико интересно, как только я узнала через Иду о том, что у нее появился новый стилист. Мне с того момента мне было очень интересно с тобой поговорить, потому что это, конечно, большая такая искусство, большая такая совместная коллаборация. И мы видим, что стилисты становятся звездами. Самая, наверное, главная звезда сейчас в мире это Лу Роуч. Ну, как бы очевидно, да? На данный момент у него, по-моему, только Зиндай осталась из клиенток. Не, Селин Дион тоже у него остался. У него остался только Селин Дион, типа как подружка. И Зиндай, который вот, он ей крепко занимается, потому что всех остальных он одевал Анну. Анну Теллер-Джоя он одевал, точно. И он в прошлом году просто сказал, что я хочу отдыхать, но и остался при этом только Селин Дион, и иногда Селин, когда выходит... Ну, вот, да, в общем, у него осталось ограниченное число клиенток, при этом он реально суперзвезда, у него есть обложки его личные, он выходит как селебрити на красные дорожки тоже, причем он очень эпатажно выглядит, он не такой человек, который типа no stuff on pages, как говорили в Канденасте, да, то есть он не держится в стороне. Вот для тебя важно возможность проявляться лично в публичном поле вне твоей работы с клиентами, и, ну, очевидно, что да, как бы, почему, почему вот... Не знаю, мне кажется, каждый заслуживает, чтобы все ценили, и, то есть, он заслуженно ходит сейчас везде на ковровых дорожках, потому что он сделал большой труд, и он, естественно, явно, он хочет, чтобы большая часть людей, точнее, весь мир, увидел, что он не сидит на месте, он старается, и вот это вот его благодарность от всех, что он стал звездой. То есть это то же самое, как у меня, то есть я хотел бы то же самое, то есть мой путь, по сути... Кстати, на самом деле наш путь очень одинаков, потому что он вышел и был звездой до этого в вок-культуре. В танцевальной тоже. В танцевальной. И то есть до того, как он стал популярным стилистом, он был популярной звездой там, вот, и у нас, грубо говоря, идет однотипная история, потому что это тоже с вок-культурой, и мы вот потихоньку, и я считаю, что это неплохо, когда стилист хочет заслуженно получить свою личную популярность, личную популярность, какие-то, да, чтобы мы пропели баллады о том, что он хорош, что он молодец, что он старается, и, если честно, многих стилистов это даже больше подрывает, чтобы они лучше работали, потому что, ну, это все зависит, на самом деле, от эго, не все стилисты хотят показывать себя, и это нормально, но вообще сейчас тенденция, что стилисты — это звезды, инфлюенсеры, как это так выходит? Даже вот наша любимая Салават, это же тоже стилист. Нет, в России сейчас бум, мне кажется, такое новое поколение звездных стилистов, в том числе селебрити стилистов, в первую очередь селебрити стилистов, я бы даже сказала. То есть, ну, как бы, теперь это вместе на одной планке со звездами, которые выходят на ковровой дорожке, я считаю, что это неплохо, потому что это тоже часть вашей индустрии. А для тебя вот важно, как для клиента, например, медийный вес стилиста, к которому ты обратишься, ты на это обращаешь внимание? Нет, вообще. Я бы тоже не обращал внимания. Это просто отдельные, да? Вообще напрягать, если честно. То есть, ну, мне важно, как человек работает, вот повторюсь, виден человек. То есть, это же не зависит, а, типа, от твоей работоспособности. То, что есть стилисты, которые выходят, они тоже медиа. Есть очень медийные стилисты, я так скажу, да, которые при этом ты смотришь такой. Да, по сути. Плохо работают. Ну, да, это неинтересно. Это не относится к тому, что если человек медийный, то он хороший профессионал. Это разные вещи. Просто есть те, кто правда хорошо работает, но у них вот есть потребность показывать себя больше публики. Ну, как бы, и тут либо ты принимаешь это, либо нет. Но это никак не зависит от работы. То есть, есть супер незнаменитые стилисты, которые творят вау, какие эффекты крутые. И им не надо это. Они не хотят, им спокойно живут, они там что-то чили, что-нибудь делают и так далее. То есть, им кайфово так. Я согласен. Вообще глобально, мне кажется, что, ну, это одна из частей, знаете, такого тотального изменения модной индустрии, где раньше было суперник Мильфо быть на виду. То есть, да не знаю, там форма, ателье, Диор сотрудников, они все в халатах, там, Маржелу тоже все были в этой униформе. То есть, это как бы, вот ты должен быть не на виду, потому что, там, за тебя говорят твои работы. Это отходит на второй план, мне кажется, ну, в первую очередь из интернета. Вот, как будто бы... Сейчас новый век. Мейксенд, да? Ну, прикольно. Мне интересно посмотреть на тех, кто за кадром работает. Кто? Кто этот творец? Кто этот творец, да? Друзья, в конце всегда прошу пожелать нашим зрителям чего-нибудь практически применимого. Мы с вами говорим на русском языке, выходим на русскоязычную аудиторию по разным историческим социальным причинам людям проявлять себя через одежду и бывает сложно в России. Многим непонятно, как подступиться, да? Кто-то боится реакции со стороны. Вот, как подступиться, на ваш взгляд, к изменению имиджа, если ты понимаешь, что хочешь, но не понимаешь, как? Мне кажется, может помочь с точки зрения уверенности найти какого-то поп-персонажа, может быть, даже из кино или из сериала, но желательно не из научной фантастики, а что-то более применимое к нам. И понять, что вам в нем нравится визуально, что вам в нем нравится с точки зрения характера. Попробуйте это в своей голове связать и потихонечку это себе внедрять, да? То есть вам там нравится та же, не знаю, Кэрри, потому что вот она такая смелая, храбрая, там верит в любовь, еще что-то сочетает. Ну, я не знаю, да? Выберите для себя и поймите, окей, вот классно, что она ходит со своей кудрявой головой. Типа, можно это потихонечку внедрять, принимать в себя, то, что вот у вас такая прическа, или что вам нравятся яркие цвета, потихонечку, может быть, через аксессуары, ну, вот мне кажется, очень важный совет, который сегодня давал Олег, про то, что не надо требовать резких перемен. Вот это резкое, вы можете испугаться, и потом вы еще обратно в это не вернетесь очень долго. То есть постепенно и окружать себя теми людьми, кто вас это поддерживает, поддерживает вас этот огонек какого-то эксперимента. Вот это будет для вас большой помощью, потому что, если у вас будут люди, которые ценят красоту, которые замечают эти детали, будь то, я не знаю, новый маникюр или что-то, вы будете на этом топливе дольше двигаться и сможете как-то больше себя изменить, если у вас есть такой действительно запрос. Вот я соглашусь с Ксюшей, на самом деле, она сказала, что же самое, что хотела сказать я. Черт. Правда, я сиджу такой. Она украла мой ответ. Она сказала, все так, как есть. Правда. Вот это ценный совет, который сказала Ксюша, и я полностью не солидарен. Ну вот, где помимо персонажей из поп-культуры можно искать какое-то вдохновение? Может быть, у тебя есть какие-то профессиональные лайфхаки, которым ты чуть-чуть готов поделиться? В инсте запрещенный подписаться на каких-то блогеров определенных. Ты же, все равно каждый человек смотрит за своими любимыми личностями, которые, ну, типа, будь то это блогер, будь то это ведущая какая-нибудь, новостей, например. Есть же разные девочки, которые реально смотрят там Доброе утро, Москва, или что-нибудь еще, если это такая программа, на самом деле, я не знаю. Я уверена, что да. И они смотрят на красивых девушек и говорят, вот я тоже так хочу. А если они получают какой-то отказ со стороны общества, то у них есть пример, чего они показывают, что вот у нас есть в Москве вот такой человек, смотрите, есть же можно. А во-вторых, просто, как и мы говорили, взращивать свою аудиторию, взращивать свою, не только аудиторию, просто даже обычным людям, взращивать своих друзей, чтобы они больше понимали, разговаривать с ними, и даже разговаривать с своими родителями, потому что чаще всего сложнее менять имидж, потому что твои родители против этого. Это даже больше, чем против твоих друзей. Потому что, к сожалению, у нас как-то так вот сложилось, и тебе могут даже в твои 25 запрещать мама или отец выглядеть так или так. И скорее даже психологически ты должен взращивать своих... И не обижаться на них, при этом взращивать своих родителей, потому что вы выразились в разное время, и вы можете показать и рассказать, почему вы так одеваетесь, грубо говоря, и приложить примеры с их, например, молодости, почему вы вот так выглядели или как-то иначе. Вот. Мне кажется, главное разговор. Всегда важен разговор. И через разговор и понимание будет больше стремления расти и развиваться в стиле. Мне кажется, у вас такая дума. Боже, я почему-то психологом каким-то стал. Что происходит? первая... Первая половина программы мы просто такие... Последняя. Друзья, верьте в себя. Бог с вами. Все будет хорошо. Нет, правда. А любовь победит везде. Любовь всегда везла. Вот так вот мы вырулили, да? Вот кто бы мог подумать. Я не могла подумать. А вот так? Боже, реально крысы какие-то. Нет, слушайте, нет. Я считаю, что это на самом деле очень правильная концовка, потому что вся любая реакция на непонятный образ, там что-то еще, что-то внешне негативное, она же идет... Из непонимания. Из непонимания. Человек боится, что его не примут. Это же, ну, такие вещи. И, ну, правда, через любовь, как нам завещал Дамблдор. Мне кажется, что это правда очень важно, особенно в вопросах внешности, потому что тут только через любовь к себе, в том числе к каким-то проявлениям, которые вам не нравятся. Можно, мне кажется, найти персональный стиль, стать успешным человеком, который хорошо зарабатывает, путешествует, купается в деньгах и вообще молодец. О, боги. Ну что, на том и закончим. Спасибо. Прощай. Спасибо. Спасибо, друзья.